Народное славянское радио Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов Сегодня у нас по одному из современных календарей 29 ноября 2016 года, вторник По одному из старинных, 29-й день, новых даров, 7525 лет, неделя Мы начинаем живой эфир, который посвящен теме родовая память Автор-соведущая у нас сегодня Лада Ведуня Здравия тебе, Лада Здравия, здравствуйте Давай начнем с того, что мы просто поговорим для начала, кто ты, откуда ты Чтобы наши радиослушатели поняли, какие вопросы тебе можно задавать Какие можно обходить и, может быть, какие можно уточнять Итак, предоставляйте микрофон, немножечко о себе Я потомственная ясновидящая, потомственный хранитель родовых знаний наших древнерусской Наши обрядовые магии древнерусской Наш род из рода ведичей Хранители именно магического рода, ведического Сохраняем традицию на протяжении множества лет И наша основная задача – это сохранение силы нашего, вообще родовой, русской нашей силы То есть магической силы, которая была в каждом человеке И, соответственно, сословность То есть очень важная часть У нас все в роду имеют магические способности Имеют способности именно и хранители рода являются То есть обязательно ищется человек, который тоже обладает знаниями и хранителем рода является По тематике, в принципе, по родовой памяти Можно задавать практически любые вопросы Какие, не знаю, буду честно отвечать, что не знаю или сомневаюсь Я не стесняюсь говорить о том, что я не знаю Поэтому вперед, можно задавать Хорошо Скажи, пожалуйста, ты живешь где-то в лесу, в тайге или в недоступном месте? Нет, я живу в Воронеже Я живу в Воронеже, в пригороде, в частном доме У нас свой маленький такой островок счастья Капище, естественно, родовое наше на территории находится Место силы То есть вот такое у нас чудесное место в лесу возле Воронежского водохранилища А каким образом устроен быт, община или это просто семья живет и так далее? Это просто семья, мы живем нашей большой дружной семьей Моя мама, мой супруг, дети, племянники То есть вот мы живем большой дружной семьей в одном доме Быт у нас обычный, традиционный Практически не занимаемся земледелием У нас больше идет жреческая практика и ученая практика То есть у нас все в семье с высшими образованиями Я с двумя высшими образованиями Мы больше занимаемся наукой Наука в каком ключе? Физики, экологи, этнологи То есть все вместе По образованию я физика, а так вообще этнологией занимаюсь То есть получается живете по своим поконам А на работу ходите в обычную цивилизацию? Ну у нас своя работа, как бы да Своя это как? Своя лаборатория, свои какие-то там институты? Своя исследовательское общество То есть где мы сидим, исследуем, изучаем Живем за счет того, что вот проводим тренинги, семинары Приглашают вот куда меня И муж там работает на обычной работе То есть вот такие Но в основном это исследовательская деятельность, да А откуда эти знания к тебе пришли? Ты говоришь, вода живут по магическим у вас в роду А насколько глубоко корни рода уходят? Насколько эти знания передаются? Ну с 1413 года у нас прописаны родичи То есть мы их все знаем А так вообще это род Рюриковичей То есть непосредственно магический род со времен Рюрика идет Продолжай И потомственные князья Адоевские у нас в роду Адоевские? Тоже магические Да, Адоевские Из города Адоева Да, да, да Скажи мне, пожалуйста Вот слово магия сейчас применяется многими На каждом шагу Есть, чуть ли скоро, наверное, я представляю Появятся кружки магические Может уже и появились Уже появились Да, что в твоем представлении Что по тому, как у вас принято По кону Называется магией Ну у нас магия Она у нас образна Если называть, то это чародейство То есть чара Чаша света Наше по-русски название чара Индийское чакра То есть тоже называется чаша Идущая к свету И чародей Это тот, кто может создавать мир вокруг себя За счет умения управлять Своими оболочками За счет умения создавать пространство вокруг Магии и чародейства То есть да, наше русское слово чародейство Оно именно создание вокруг мира И цель нашей семьи Ну таким русским языком Это спасение мира А по нашему древнерусскому Это лад мира То есть мы Наша семья занимается ладкой мира То есть мы максимально стараемся Улучшить мир Вот Это уже моя современная семья Этим занимается То есть древние предки мои занимались Дедушка занимался чистым Прадед Занимался целительством Вот То есть Цель нашей семьи На данный момент Это вот именно ладка мира Ладка мира Неужели мир в таком плохом состоянии Что его надо ладить? Ну да Можно посмотреть вокруг И убедиться в этом Знаешь, кому-то нравится Кому-то, знаешь, нравится Кто-то ходит в магазин И покупает много чего интересного Говорит Ой, как здорово Сегодня закупился так хорошо Или закупилось так хорошо Потом сели Телевизор посмотрели Так расслабились Здорово Посмеялись На какой-нибудь концерт сходили Шоу и так далее Есть люди, которых это всё устраивает Ну это люди, правильно У которых морока много в душе Много кривды Которые не могут отличить правду от кривды В принципе Поэтому и семинары проводим бесплатные По родовой памяти Потому что это важно Научить людей отличать правду от кривды И снять с себя мороки Увидеть, что есть настоящий мир Что важно в этом мире То есть ты считаешь, что семинарами Можно как-то что-то исправить Или всё-таки есть какой-то другой способ? Ну есть и другой способ Мы проводим чудесы То есть мы чудесим По-другому Магичим Занимаемся тем, что создаём Именно ладку Всего мира И соответственно семинары Я не просто у меня там семинар Я рассказала, пришла что-то, показала И всё Я занимаюсь практической работой То есть я подключаю людей К их непосредственному родовому потоку Не что-то им рассказываю Я даю возможность человеку самому Определиться и понять Как и где есть правда А где есть кривда Почувствовать в душе, в теле Как это происходит То есть именно самому, чтобы он научился Именно практическая Такой семинар-тренинг Два в одном Вот у нас И это можно исправить Да, у нас сейчас много людей Которые пытаются исправить мир к лучшему У нас же такие Денькихотики Которые сражаются С ветряными мельницами Но как показывает практика Они все превращаются В революционеров Или каких-то утопистов И в конечном итоге Создаются какие-то ситуации Неприятные в мире И они возвращаются к ним же То есть мир не улучшился А мир ухудшился Да ещё им по башке настучал Вот в данном случае То, что у тебя желание улучшить мир Оно никак вот с этим не пересекается Случайно Нет, не пересекается У нас, во-первых, нет фанатизма Всё стараемся рассчитать Сделать максимально мягко Никого не задеть Всем сделать при этом хорошо И видеть, да Где стоит куда лезть Куда не стоит лезть Что мы можем изменить И у нас нет такой вот момента Нам здесь не понравилось Пошли в другое место Если ты взялся за это Как бы смерть – это не оправдание Взялся – сделай Поэтому Поэтому очень рассчитываем Прежде чем у нас что-то взяться А по каким критериям Рассчитывается Прежде чем взяться Есть люди разные Говорю Кто-то проходит, например, обучение По уровню очень начальному Так, чтобы никого не обижать Вот По Варне-Лейкасте Да, очень низко, так скажем Начальный уровень А кто-то уже взлетел под облака И у каждого своё представление И о своей жизни И о своём предназначении И о том, что необходимо Куда прийти или прилететь А кто-то вот барахтается Там ещё Вот как это всё учитываешь Ну Те, кто барахтается Они либо догонят потом Либо не догонят вовсе Но дойдут до того состояния Когда им нужно Потому что У меня, говорит, то, что Именно практические тренинги Они основаны не на то, чтобы прям Что-то общее дать И чтобы всех приравнять Нет А именно Индивидуальный подход А вообще, говорю, наша основная цель Это даже не тренинги, семинары Именно ладка такая магическая И уже по новостным, то есть лентам Смотрим, получилось у нас или не получилось А прежде чем что-то делать Что-то начинать Мы обязательно просматриваем Варианты развития событий То есть если мы вот так поступим Что в результате произойдёт То есть какое будущее нас ждёт После этого Вот И, соответственно Если стоит за это браться Значит, берёмся Не стоит Значит, не берёмся Ну и Вселенная тоже так Нам, если что-то стоит браться Она делает всё, чтобы это получилось Тут недавно самолёт упал Не в ваших рук дело? Нет? Не вы там правили? Нет, к сожалению К сожалению, мы даже об этом не знали По поводу Ну, то есть не предвидела я это Я не всё вижу, к сожалению И у нас ясновидящих в семье Пока только я Вот именно кто в будущие события смотрит Поэтому я не за всем в мире успеваю смотреть Понятно Я просто, да, к тому, что иногда мы хотим что-то поправить А там раз, и что-то где-то бабахнуло А мы говорим А, мы не хотели Вот поэтому надо смотреть Последствия, будущее Чем это грозит, да То есть потому что тебе кажется, что ты сделаешь Благое дело А в результате может произойти что-то непоправимое Поэтому прежде чем что-то сделать Обязательно всё взвешивается Вот и до Всё рассчитывается Просматривается А только после этого делается У нас работает, напоминаю, чат Народного славянского радио Здесь в чате можно писать свои пожелания Реплики какие-то Общаться с друзьями Естественно, вопросы в эфир Уже вопросы к нам поступают И Владимир Азмутич написал Когда-то стала характеризовать магию Давать определения Он написал Ну сколько можно повторять? Есть уже определение магии Зачем придумывать заново? Такое ощущение, что ты взяла это понятие Где-то научилась И теперь по-своему трансформируешь Вот Владимир это так понял То есть не потомственно это всё Не с века в век Не от рода к роду Не от папы к ребёнку А именно вот сейчас ты это взяла И он так пишет Что ты что-то там выдумывать начинаешь Какие-то определения магические свои давать Я даю именно такие, каким я его понимаю То есть то, что у нас по роду понимается Под словом чару действо А не то, что в современных Там может быть энциклопедиях где-то что-то пишут Естественно могут быть расхождением с тем Что думают в данный момент современные люди От того, что сохранила наша семья Потому что, во-первых, субъективное мнение Естественно влияет на это всё Естественно, ну каждого человека То, что вносится Естественно, со временем Какие-то вещи устаревают Какие-то меняются Ну вот мы именно так воспринимаем Как мы это воспринимаем Меня спросили моё понятие Я объяснила, что я понимаю под этим В общем, да Если сейчас начать разбирать Что было в первичной энциклопедии В которой кто-то написал Что такое магия Или те люди, которые живут с магией Уже, как мы выяснили С 1413 года Как минимум прописано уже Родовое древо А что там было до этого Там ещё надо тоже подумать То в этом случае станет вопрос А что первичная энциклопедия Или всё-таки Что было до неё И естественно отсюда И пойдут определения Поэтому, может быть Надо в энциклопедии Что-то в этом случае подправить Так, ну давай Мы сейчас по вопросам Будем уже проходиться Мы с тобой так мило беседуем А наши слушатели Вопросы задают А мы тут сидим Так, как будто Ля-ля-ля Как будто бы их нет Но прежде чем сказать Ты вот мне напомнила Анекдот Когда сказала Ну остальные догонят Ну остальные догонят Деваться некуда Сидит симфонический оркестр Играя Ну там большой симфонический оркестр Всё, дирижёр там Дирижирует На окончании Прам-драдам-драдам-драдам И вдруг такой контрабас Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум Фу, догнал Ну вот Значит Вопрос эфира Владимир Азматевич Я маленько подготовился К программе Вот такие у нас люди готовятся И попытался дать Своё определение Родовой памяти Сформулировал так Родовая память Это упрощённое название Результата процесса Синхронизации Наследуемых признаков Организма С текущей средой обитания Я не быстро читаю Нормально? Нет, нормально Пример Он приводит пример Существо, обитающее Из поколения в поколение На обширных Северных территориях И не имеющее Социальной конкуренции И фактически Конкурирующее Только с силами природы Будет в итоге Приспособлено К выживанию В стихийных ситуациях Даже практически В одиночестве А организм Обитающий На органических По площади Южных Оазисах И имеющий Сильную социальную Конкуренцию Будет в итоге Приспособлен к выживанию Ситуации Перенаселения И социальной борьбы Что сейчас И наблюдается Белый человек Уходит на север Осваивает Дикие земли Южный Идёт следом Используя готовую Социальную платформу Ещё пример У растений Бывают Пассивные И сортовые Качества семян У людей Абсолютно Аналогичная Ситуация Родовая память Образно говоря Это выражение Пассивных И сортовых Качеств людей Приобретённых В результате Очень длительной Естественной Селекции Лада Ты согласна С таким Объяснением Родовой памяти У меня немножко Другое понимание Родовой памяти Хотя может быть Что-то в этом есть Зерно какое-то В моём понимании Родовая память Это то Что передаётся По наследству Действительно То есть От рода К роду Сословно То есть Это легче Просто запоминается Но родовой поток Есть у каждого человека И он может Считывать эту информацию Непосредственно С рода С памяти Наших предков То есть Предков Того человека У которого Вот он Есть И родовая память Это то Что мы Знаем максимально О знаниях Наших предков Причём Знаем мы это Через внутреннее знание То есть Оно приходит Как истина Да Как яснознание Как понимание Каких-то Непонятных процессов Образность Родовая память Она образна Да Она передаётся По наследству И человек Подстраивается Постепенно Теряет эту память В наших Бытовых условиях Но Это всё Восстанавливаемо Потому что Никуда Она изначально Из нашего Энергополя Не девается Она всегда Есть и будет Только мы её Слушать не умеем Вот Надеюсь Я понятно Объяснила Стараюсь Более простым Язычком Донести Да Я тоже надеюсь Владимир Размытич Если что-то непонятно Он всегда уточнит Он человек активный С активной позицией Это хорошо Да Так что Он такие вопросы Очень правильно задаёт Всегда Очень подробные Если что-то непонятно Он уточняет Дальше Следующий вопрос Поступил от Солнца Здравие В эфир Лада Что конкретно Изучается В вашем Исследовательском Обществе Можно ли где-то Ознакомиться С результатами Исследований Ну есть Такой скрытый вопрос А можно ли Туда войти Это как От себя уже Итак Солнце Задало вопрос Да В основном Сейчас мы Занимаемся Изучением Именно для того Чтобы открыть Родовую память Занимаемся Изучением Древнеславлянского Календаря Нашего русского Как он был Во все времена Он во все времена Был разный Соответственно В зависимости От того Где мы жили Сейчас Вот у меня Готовится книжка В печать По этому поводу Это можно будет Ознакомиться В книге Древнерусские Обрядовые праздники Значит Потом мы Ну там очень Коротко написано Конечно Я стараюсь Не художественную Литературу дать А больше Стараюсь Техническую Литературу давать Вот Более подробно В принципе По Этнологии Ну я надеюсь Что я напишу Скоро много книжек Но мне Важно Чтобы люди Задавали вопросы Чтобы я написала То что именно нужно Занимаемся Очень многими Какими изучениями То есть Древнерусские Обряды Древнерусские Обычаи Что было там В Черноземье Что в Липецкой Тамбовской Воронежской Московской Псковской Тульской области Какая была разница Что есть истина Что есть зерно Да То изначально Откуда пошло Сейчас мы больше Вот этим занимаемся То есть непосредственно Обрядовым Звучанием Звуки Заклинания Заговоры Песни Вот это вот Все Обряды Хороводы Как все это делалось Как это происходило Папа у меня Занимается Изучением И в принципе Он изобретатель У меня По Кладки Кирпичный Зигзаг То есть он Занимается Изучением И изобретением Всяческих Строительных Вещей Экологичных Дальше Ну чем еще Это мы занимаемся Ну много чем Я стараюсь Объяснить С точки зрения Физики Все Магические Моменты То есть все Что происходит В мире Как изменяется Пространство Что как влияет Магнитное Резонансное Все Я стараюсь Объяснить С точки зрения Физики Линейный Нелинейный Вот То есть Войти к нам В принципе Можно Это вопрос Пожелания Выйти трудно Да потом Выйти потом Трудно Затягивает Да Это просто Нас только затягивает Что просто уже О том На что ты будешь Завтра жить Уже как-то Отходит на второй план То есть Всех впущать Никого не выпущать Ясно Да выпущать Никого не держат Просто это очень Реально интересно И поэтому затягивает Будет Археологически Будет выпихивать Не уйдешь Да Ясно Скажи мне пожалуйста Древнеславянский календарь Сейчас Календарей таких Я вот насчитал Ну так вот Которые Широко популяризируются Не менее Пяти Может быть даже Шести Штук Ну возьмем Известный календарь Который вот Чуть ли Там Не первый Это какое-то Языческое Вот общество Зарегистрировано Выдало Потом Есть календарь Который Инглингов Есть календарь Родноверов Есть календарь Языческий Неоязыческий Потом уже появились Помимо того Который Официально То есть Огромное количество Календарей Вот в данном Случае Про какой Календарь Ты говоришь Я взяла Тот календарь Который Использовали Наши предки На протяжении Многих Лет Очень многих Столетий Не буду говорить Тысячелетий Точно не знаю Такую информацию Вот На протяжении Многих Столетий Использовали Мои предки Именно как Обрядовый Календарь То есть Магический Когда нужно Проводить Праздники Еще что-то Он совпадает Непосредственно С праздниками Очень близко Союз Славянских Общин То есть ССО СФР Достаточно С ними близко Совпадает Не во всем Конечно Но Во многом У них там Гораздо меньше Этих праздников Значит Потом Опять-таки Со многими Календарями Есть Какая-то Перекличка То есть С многими Праздниками Есть И Интересно Что есть С праздниками Разных народностей Земли То есть Идет Ну почему Потому что Тот календарь Который Вот я сейчас Описываю Да Я как раз Его даю На Суд наших И слушателей И ученых По той Самой причине Что Он именно Больше Астрономический То есть Он привязан К солнцестояниям К Афилю-Перигелию К лунному Апогею-Перигею То есть Он Лунно-солнечный И привязан К астрономическим И природным Явлениям То есть Вот это Начало зимы Еще что-то Но он Именно для Центрального Черноземья И то есть Для каждого Там Для севера Для более южных Районов Нужно уже Пересматривать Относительно Того момента Как расположены Звезды Допустим В Воронеже 51-я параллель В Москве 55-я В Санкт-Петербурге 28-я Соответственно Санкт-Петербург Может отличаться По времени Проведения Праздников От Москвы И Воронежа То есть Это вот так вот Скажи пожалуйста Как Так В двух словах Чтобы календарь Описать Как Он Выглядит Какие названия Месяцев Сколько дней В неделе И так далее Вот немножечко Расскажи об этом Ну Я То что нашла То есть То что использовалась Последнее время То что нашла В письменных источниках У прадедушки Его дедушка Все время называют Вот У прадедушки То что нашлось Неделя там Как и сейчас Является неделей То есть Семь дней Седьмица И Она каждый День Относится К какому-то Определенному Богу Покровителю Относится К определенной Планете Влиянию То есть На человеческую На человеческую жизнь Как например Среда у нас Относится К дню Торговых Соглашений Вот По Нашему календарю К Велесу По Понедельник Там допустим Относится К ладе К луне К женским Таким Научным Исследовательским Ведическим Знаниям То есть Ну Именно По Дням Недели Семь Но это то Что я Нашла То что я Точно Могу Посмотреть То что я могу Конкретно Подтвердить Более Древнего Я к сожалению Не могу ничего Сказать По этому поводу Вот сейчас Изучаем этот Вопрос Еще Вот По Праздникам 32 праздника 8 кола По 4 праздника В принципе Этот Календарь Он прописан Даже в наших Символах Да То есть В наших Коловрате Восьмиконечном И Если посмотреть На более древние Символы То мы заметим Что на нем 4 бывает Насечки То есть В каждой линии Как раз 8 кола По 4 праздника То есть Он образный И когда человек Смотрит Он понимает Откуда Что пошло И в принципе Где более Древние корни Что в современности Могло измениться Почему он дошел До нас Именно так Потому что Он образный И понятный И поэтому Сейчас я его издала Не нашла ему Противоречий Практически У ученых В древних Каких-то Сказках Не нашла ему Пока противоречий Если найдутся Буду переписывать Буду писать Об основании Почему это Где нашлось И как Но на данный момент Вот так То есть Все что нашла То нашла Какие названия Месяца в календаре Да наши Русские Последние У нас как бы Не было Непосредственной Необходимости Сохранять Именно по традиции Название месяцев Да Там Допустим Сейчас одну секундочку Я их даже не помню Потому что мы уже В последнее время На более нашем Современном Разговариваем То есть Те месяцы Которые наиболее Распространены И вот Те которые Использовались у нас Сечень Это январь Лютень Это февраль Березол Это март Цветень Это апрель Травень Это май Червень Это июнь Липень Июль Серпень Август Вересень Сентябрь Листопадень Октябрь Грудень Ноябрь Студень Декабрь Они все образные Тоже можно объяснить Почему каждое название Идет именно так Известный Да Известный календарь Хорошо Более такой Научно-современный Наверное Потому что То, что сохранилось Скажи, почему Все-таки Достаточно большое Количество календарей До нас дошло И сейчас Много споров Идет по этому поводу Кто-то говорит Что Ну это Если и брать То совсем-совсем Уже древний календарь Это вот Календарь До такого-то момента Этот календарь Уже Более близкий К нам А вот Который сейчас Пользуется Это вообще Пришел к нам Не пойми откуда Вот почему На территории России Такое огромное Количество календарей Как ты думаешь Ну во-первых У нас очень большая Россия Да Огромная территория И Одно из причин Я думаю Это как раз Связано с тем Что В разных районах Нашей большой родины Были разные календари Но Много Конечно Календарей Которые сейчас Есть Они как бы Ничем даже Не подтверждены Научно То есть Есть какие-то Новые Есть Есть какие-то Взятые Из других Религий Есть еще Что-то Но вот Я тоже Пытаюсь Все это Разобраться Когда писала Вот свою книгу Пыталась Со всем этим Разобраться И Некоторые Календари Меня просто Шокировали Потому что Я не нашла И нигде Даже ни одного Подтверждения То есть Опровержения Как бы я могла Им найти А Опровержения Подтверждения Еще нет То есть Приходилось Изучать даже Календари Другие Да Ну не все Конечно Изучила Вот Но многие Меня некоторые поразили Что они вообще Ну никак не обоснованы Не буду говорить Какие Пусть все Сами Кривду С правдой Научатся Различать Да Иногда бывает так Что обоснования Не нашли Но это еще не говорит О том Что Но это не говорит О том Что он не есть Да А бывает так Что вроде бы Есть какие-то Подтверждения Оказывается Что на основе Подтверждений Был выдуман Какой-то свой То есть И такие бывают Парадоксы Поэтому здесь Наверное Тыкать пальцем Пока еще рано Еще не во всем Разобрались Так Дальше Совсем Древние Календари Они действительно Могли Иметь Место Быть То есть И могли Восстановить Что-то очень-очень Древнее Что на данный момент Может быть Не актуальным Или актуальным Но настолько древним Что уже забыто совсем Это тоже Тогда уже найти Какое-то научное Подтверждение Только через Археологические Какие-то данные Можно Да И то Бывают такие Археологические данные Что Да Смотрят наши Археологи И чешут репку А как такое Вообще можно было И мне разрешают Некоторые вещи Публиковать Согласен Согласен Да бывает такое Что откопали что-нибудь И говорят Так это же Чуть ли не миллион лет назад И как такое могло быть Давайте-ка обратно Закапываем Чтобы себе голову Не ломать Ну закапывать Они не закапывают Но действительно Некоторые оглашать Не разрешают Это есть Это факт Вот Поэтому мы Если просто Придерживаемся Каких-то там Две-три тысячи лет То мы себя Очень сильно обрубаем Да Или если мы только Например там Платоном Или Аристотелем Или Гиппократом То-то мы тоже Себя там обрубаем Ну и так далее Поэтому я всегда предлагаю Давайте чуть шире Смотреть на мир Следующий вопрос Эфир от Владимира Изматич Чтобы не утруждать Ведущих долгими выкладками Ну наконец-то он жалялся на нас Сформулирую мысли образно Жизнь человека Это как путешествие Допустим Что из родного дома В другое Неведомое место А текущее время Это землетрясение Которое Неумолимо Разрушает Родной дом Родовая память Это как вещи Сложенные бабушкой в чулан Если их просто попытаться взять С собой в путешествие Путешествие закончится Там уже где и началось В дверях чулана Вопрос Лада Каким образом Ты собираешься Решать задачу Выноса содержимого чулана Из катастрофически Быстро Истекающим времени И отсутствия Возможности Взять с собой Больше Чем влезет в карманы Не нужно ничего В принципе С собой брать Больше чем нужно Потому что Родовая память Она внутри нас Мы всегда можем Подключиться К этому потоку И это как Все равно Что иметь на компьютере Все Сфотографированные И систематизированные Файлы Из этого бабушкиного Сундука То есть Тебе все что нужно Ты открыла Посмотрела Прочитала То есть Подключение К родовому потоку Как раз Решает эти моменты Когда человек На интуитивном уровне Понимает Что да Это есть истина Это есть правда Да Я знаю Как поступить В данном случае Да Я знаю Что так хорошо Так плохо Это как раз И есть родовые знания Которые они Как яснознание приходят Это вот надо показывать То есть Рассказывать об этом Можно очень долго И у нас эфира не хватит Как объяснить Как я это делаю Проще просто показать Прийти на семинар Тем более Что он бесплатный И просто самому В этом поучаствовать Тогда уже Я думаю Отпадут вопросы По этому поводу Да Если что Помянуло Семинар То во-первых Надо о нем сказать Что в Белых Альвах Это издательство Такое очень известное Будет проходить Второго Третьего Четвертого Семинар Так что Память рода Он называется Так что приходите Анонс есть у нас На сайте А также на сайте В нашем Ютуб Вернее канале Выложено видео Когда с тобой Елона общалась И вот Ну не такое большое Не расширенное Но достаточно емкое Получилось Даже интервью Не подходит Больше беседы Походит Так что И можно Посмотреть Послушать Можно и сейчас Нас послушать Вопросы Поздавать А можно еще И заявиться В Белые Альвы И усесться Ровненько На стульчике И внимательно Послушать И применить в жизни То что будет Рассказывать Рекомендую Если кто пойдет В Белые Альвы Обязательно возьмите С собой Какую-то денежку Потому что Вы поймете Что книги Которые там Издаются Те которые там Находятся Они вам просто Необходимы Многие будут Интересны Поэтому То есть Если вы туда идете Вы знаете Что вы идете В издательство В котором можно Приобрести книги Интересные И нужные И Те которые Содержат в себе И правду И Какие-то частицы Истинные И родовые знания Так что Я думаю Это надо учесть Людям Которые пойдут На семинар Да Я присоединяюсь К твоему Этому посылу Потому что Белые Альвы Это не просто Какой-то перекупщик Это издательство Которое Долгие-долгие годы Усиленно Трудится В нашем направлении И Разносторонняя Очень разносторонняя Продукция Выпускается Книжного плана От Маленьких-маленьких Книжечек До Обширных трудов И Целых серий книг Так что Если вы туда придете На самом деле Есть не просто Какой-то Перекупщик Или торговец Который Нахватался Десяток Или два десятка Книг А здесь Именно Настоящее издательство Так что С этой точки зрения Посетить его тоже Наверное стоит И Если уж Вы заинтересовались Семинаром То Опять же В анонсе Указан телефон Е-мейл Вы можете Если конечно Еще места свободные есть Потому что Светлана Николаевна Спрашивала Она говорит Звонки уже идут Так что Как бы не опоздать Вам Задавали вопросы Можно ли прийти Там Отдельно Второго Третьего Четвертого Да Могу сказать На все Три семинара Можно приходить Отдельно Это не зависящие Друг от друга То есть Это Не Три дня подряд А именно Три Отдельных Семинара О родовой памяти Но я все же Не допускал На все три Да Можно прийти На один какой-то Я бы все-таки С твоей стороны Такого плюрализма Мнения не допускал Почему Потому что ты Не каждый день Бываешь в Москве И посетить Семинар Вот так вот Один какой-то И потом Вдруг Захочется еще А там уже Место занято Я наверное Не рекомендовал Ну это да Лучше записываться заранее Поэтому лучше Все-таки Просто не расстраиваться Да Если на субботу занято То не волнуйтесь Есть еще воскресенье Пятница Вы должны учитывать Что хотя издательство Белая Альва Оно известно И достаточно старинное То Это не означает Что это дворец съезда В Кремлевский Куда можно Несколько тысяч человек Засунуть Или это не Олимпийский Помещение очень маленькое Да Поэтому вот это Имейте ввиду Это не просто Мы здесь пугаем кого-то Не просто делаем пиар А просто Рассказываем ту ситуацию Как оно есть Может быть там уже Все занято Может быть сейчас Светлана Николаевна Слушает нас и говорит Алексей Лады Перестаньте уже Неизвестно Кого рассаживать Хоть второй этаж Прям делай Трибуру К сожалению Я не в курсе Что там С приходящими Поэтому давай Перестанем пиарить У нас потом побьются Ты придешь на семинар А тебе там пинка Скажут Вот на улице Про воде Тут назвала людей Теперь сажать негде И будешь ты на морозе Рассказывать Четыре часа Либо придется Оставаться на весь месяц Да Да-да-да Ладно дальше Следующий вопрос От Орковино Она поступил Вопрос в эфир Здравия Лада Скажи пожалуйста Знакома ли ты С лингвистикой Волновой генетикой Горяева Петра Петровича Есть ли схожесть В его практике С магией И родовой памятью Про волновую Лингвистику Я слышала Схожести есть Я не могу сказать Что я с ней знакома Для меня слово Знакома Это значит Я ознакомилась Изучила досконально Я слышала Но не изучала Конкретно этот вопрос Действительно Наша Русское слово И наша Вибрация Звука Это действительно так Оно влияет Очень сильно На человека Более конкретно Я не могу сейчас Объяснить Не подготовлена К этому вопросу По той самой причине Что я Горяева Про Горяева Слышала от людей А не конкретно С ним Ознакомливалась Вот изучу этот вопрос Обязательно отвечу И как ответят Так Виталий Из Эстонии Пишет Менять надо Сознание И осознание Но насильственно Не заставишь Это вот к тому Когда мы с тобой говорили А как вы там чего Как менять мир И так далее Это я с ним Абсолютно согласна И менять надо И каждый может Это делать И это можно сделать Только с согласием Человека Это по кодексу Манга В принципе Кодексу Чародея Который придерживается Наша семья Не положено Человека Внедрять То чего Он не хочет Поэтому Говорю Открытые семинары Хотите Приходите Не понравилось Развернулись Ушли Вот Поэтому Невозможно Человека Заставить Что-то осознать Если он сам Хочет это осознать Он осознает Не захочет Хоть миллионы Ему семинаров Приведи Хоть тренинги Проведи с ним Хоть индивидуальные занятия Толку от этого не будет Тут он абсолютно прав То есть Никому Под ногти Иголки Вставлять не будут Лапки Этой как там Лягушки Осушеной И летущей мышке Крылья Тоже Куда засовываться не будут Нет Только если По просьбе Понятно В общем Это не наш метод Наш метод Более открытый Вопрос в эфир Эдгер из Москвы Задает Лада Ты помогаешь Раскрыть Родовой памяти Предков А как понять Что именно Моих предков Память Можно узнать Как звали Своих предков При их прохождении Нахождении В мире явия Благодарю за ответы Да Действительно Когда человек Входит в родовой поток Он может Узнать Имена И потом Когда он начнёт Составлять родословные Удивиться Насколько это точно И узнать о том Что это твой Родовой поток То есть Может прийти Например Со стороны мамы Сначала поток Со стороны папы Со стороны двоюродных Дядей Но если Постоянно заниматься этим То есть я даю Техники Методики Человек занимается Он постоянно занимается И развивается И он сам находит Подтверждение того Что он почувствовал И потом нашёл То есть действительно Такие были имена Этим занимались Ещё что-то То есть Раскрывается поток За счёт Именно личной силы Человека От его желания От его стремления И потом Очень легко Это подтверждается И проверяется Именно Если начинаешь Восстанавливать Своё родовое древо И понимание там идёт сразу Это говорю Опять-таки Очень тяжело объяснить Это нужно чувствовать Там идёт Внутреннее понимание Да, это пришло оттуда Это на физике чувствуется То есть Это физическое Именно ощущение Не просто Вот там Что-то Какой-то образ пришёл И я не понимаю Оттуда или не оттуда Когда научишься Чувствовать родовой поток Там уже сомнений Не возникают Но это, конечно Очень большая Долгая практика И этим надо заниматься Ежедневно Так Здесь Вот Чем хорош наш чат Для тех Кто в нём находится Что сразу Как мы начинаем Чём-то говорить Сразу идут Не просто комментарии А ещё и ссылки Вот, к примеру Данил написал Встреча с потомственными Словидящей Ладой Ведунь В издательстве Белой Альвы И вот ссылка Как раз на наш Ютуб-канал И на этот Видеоролик Так что Вот видишь Какая поддержка Здесь сразу организуется Это я говорю тем Кто ещё находится Не в чате Чтобы обзавидовались Слюньками обошли И решили всё-таки Зарегистрироваться И присутствовать Во время эфиров Так Дальше Влад Задает вопрос Здравия, Лада Здравия, Алексей Услышал про Рюриковичей Стало интересно Я живу в Новгородской области Село Марьево У нас есть деревня Адоево А ещё Марьево Считают землёй Рюриковичей Наш местный писатель Анатолий Хиир Написал книгу Которая так и называется Марьево Земля Рюриковичей Вам что Об этом известно? Вот что тебе Об этом известно? Я Вообще Про О том Что Наши Предки Это одна из ветвей Видимо Наши Наши Семьи Мне конкретно известно Что мы вообще Были по Всему Центральному Черноземию Близлежащим Местам Раскиданы Про это Мне более Досконально Неизвестно И мне очень Интересно стало Если есть Возможность Мне бы как-нибудь Это перекинуть Эту книжечку Или ссылку На эту книжку Или название Я обязательно изучу Мне это очень интересно То есть я знаю Что у нас И С родом Моего Отца Это были Центральный Федеральный Округ Скажем так С родом Матери Это Больше у нас Южная Часть Это Ближе К казачеству Да То есть там Краснодарский Край И Воронежская Область Основная То есть Момент То есть Ближе К югу Отца Еще было С То есть По моему папе По его маме Моей бабушке Ее прадедушка Аж Был С рода шаманов Рода Дигари Да Это Нанайские Шаманы Так А вот По поводу Адоевых Очень интересная Информация Потому что Достаточно Скудно У нас Описано Именно Кто Именно Где Жил Больше Описано Само Да Сама Жизнь И Я обязательно Прочитаю эту книгу И посмотрю По родовой памяти Насколько Там Именно Моя ветка Примешана Потому что Адоевский Тоже жит Не один человек Это несколько И Какая там ветка Мне очень интересно Видишь как интересно Получается Не только ты Рассказываешь в эфире И делишься людьми Своими наработками И знаниями А еще и ведают тебе О том В чем Ты оказывается Что ты еще Где-то не догоняла Как это Не догоняла Как это Контрабасист Раз И получила ответ Как здорово У нас получается Что такой обмен Прямо мнений Вселенная ведет Вселенная ведет Когда чем-то занимаешься Она обязательно Всплывает Обязательно И так же с родовой памяти Когда человек открывает Родовую память Он хочет Не хочет Найдет своего родственника Недавно Я вот так В каком-то чате С магами Переписывалась Смотрю Какой-то внутренний Не пойму Где я его видела То есть Где-то внутреннее ощущение Что я его увидела Или знаю Начала выяснять Он по роду Моей матери Моей прабабушки Он является Моим дальним родственником Тоже на битве Мага второе место Оказалась моя вообще Прямая родственница По-моему Прадедушки А кто там Кто там второе место Светлана Сысоева Я просто Эксерсенс Это битва эксерсенса Что ли Нет Это битва магов Да Это именно Профессиональный конкурс А не ТВ конкурс Я просто далек От этого всего Как телевизор Я никогда не смотрю Вру Смотрю иногда Но вот в последнее время Как-то вообще не приходится смотреть А ты не увидишь Профессиональные конкурсы На телевидении Вот сейчас тоже будет Хрустальный шар 8 числа Я вот иду на международный конкурс Я не уверена Что нас где-то будут По телевидению показывать То есть Это больше такие Закрытые мероприятия Именно А где он будет проходить Он будет проходить В Москве На Арбате И вот я сейчас Попробую найти Нет Сейчас подожди Ты пока Он открытый Открытый Это можно найти Конкурс Сколько по времени Он проводится Ну он уже давно идет Сейчас вот финал Нет Я имею ввиду Ты имеешь ввиду Что уже То есть Так же он постепенно развивается Там кто-то отсеивается Да Да 8 числа Будет уже финал 5 испытаний И финальные задания Будут Те кто Дойдет до финального Заданий И какие там задания У магов обычно Так это Воплотить что-то В жизнь Ну Крустальному шару Я сейчас Ничего не скажу Потому что мы не знаем Это все от нас В тайне держится Допустим На битве магов Мы завязанными глазами Определяли Какая свечка горела Когда-то А какая не горела Никогда В конвертах Определяли Кто находится Кто из знаменитостей В этом конверте Находится Потом В 12 сумках Искали Где мясо лежит В одной из сумки Потом Что мы еще там делали Ну там много было заданий Какая книжка там спрятана Предели кто автор Там О чем книжка Что за картина Кто нарисовал Описать Ну много там Таких заданий было Ну что-то похоже Похоже что-то на битву экстрасенсов Все-таки Да Принцип Принцип Тот же Принцип тот же Раскрытие своих знаний А в чем тогда Отличия Дело в том Что там нет Как таковой Соревновательной системы Там люди больше приходят Не себя показать Да И там Для чего-то Там потом Практиковать По этому поводу А именно Посмотреть Что ты можешь Как ты можешь Раскрыться Я вот допустим После битвы магов Поняла Что я могу видеть Завязанными глазами То есть Это мне дало Толчок Я как бы Подозревала Что это могу делать Но я же никогда Не делала Попробовала Теперь я точно знаю Что я это могу То есть вот так Бортовой компьютер Активизировался Да Хорошо Вот здесь мне написали Здравия Вестник Богов пишет Не говори Слово пиар Леха А то у меня ухи Отлетят Не приклеишь Вот Ну Леха Это все-таки свинья Где-нибудь в луже валяется Да Здесь у нас немножко Другие имена Но я тебя понял Мы специально Это слово Я специально слово Произносил Для того чтобы Эту параллель провести Так Идем дальше Идем дальше Задаем вопросы Я просто к чему Сейчас прежде чем Вопрос задать Я просто к чему Спросил-то Про этот Магический конкурс Магическое Вот это мероприятие Потому что Ну такие вещи Надо как-то афишировать Как-то о них надо рассказывать А у нас на радио Никто не был Корреспондент Наш не присутствовал Ни на одном Из состязаний Как-то неправильно Это надо обязательно Исправить И я думаю Алексей Надо зарегистрироваться Вам обязательно На это мероприятие Пока там еще места остались И думаю Сходите с нами Посмотреть Что мы там будем делать Вот А то можно было Как-то Что-то поснимать С кем-то поговорить Какие-то яркие моменты Рассказать А кто там в жюри Не в жюри Кто там журит В жюри Надежда Воробей Участник Международного конкурса Экстрасенсов Потом там Сейчас я тоже Все не вспомню Дарда Кусто Потом Криминалист Тоже с Человека-невидимка К сожалению Забыла Как зовут Потом Кто там еще Наша славянская Веду Не боже Жми Мирослава Буш По-моему И Джамиля Джамиля Это было По фамилии К сожалению Не помню Я телевизор не смотрю Я просто Если кого-то Лично знаю То мне проще Вот Из таких В кругах Общаемся Знаем Да Вот это Мах Его мы знаем Понятно Что ж Хорошо Хорошо Вопрос эфира Геннадия из Твери Лада Как считывать Этот поток Или настроиться На он Благодарю Считывать Опять-таки Лучше это показывать Если далеко Человек находится И не может Приехать на семинар Подскажу Что нужно Войти в состояние Небольшой медитации Но не в состояние Когда закрыл глаз И улетел куда-то А именно в состоянии Мага Чародея Когда Идет Внутреннее состояние Яснознания Но при этом Ты не отключаешься То есть можно Включить Какую-нибудь Нашу Желательно Русскую Вон Велеславы Колыбельную У нее очень На 42 Герца Частота настроена Вот Включить Допустим Колыбельную Велеславы И слушая ее Или какие-то Другие ее песни Пытаться Подключиться Именно к предкам То есть Представить себе Тех Начал Которых ты знаешь Слышно Меня Нет Прошу прощения Слышно Прошу прощения Это у меня тут Слышно Слышно Подключиться К потоку Непосредственно Предков То есть Попробовать Вспомнить Сначала Тех Кого мы знаем Бабушек Дедушек Потом Дальше Кого мы Не знаем Уже Попробовать Вспомнить Именно Вспомнить Попробовать Вспомнить Про бабушка Про дедушка И так далее И дальше 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 Смотрим И вот так Постепенно Раскрывается Поток Ну конечно Самостоятельно Достаточно Трудно Лучше просто Один раз Показать Чем Десять раз Рассказать Вот Ингварь Такой уточняет Сразу вопрос В лоб Как только мы поговорили Про Эти соревнования Сразу А на кой Магам соревноваться Гордыня Так вот Я говорила Что настоящие Маги Они не соревнованием Занимаются Раскрытием себя Пониманием того Что ты умеешь Соревнования Они не столько Кто победит Или кто там выиграет Это не важно Важно именно то Что ты умеешь То есть Посмотреть себя В новом качестве Когда собираются Несколько магов Раскрывается Так называемое Коллективное сознание Идет обмен опытом То есть То что знает Маг на конкурсе Рядом стоящий Знает то же самое Автоматически И когда все Находят в состоянии Соревнований То есть Состояние чародейства Ну Вот то самое Состояние медитации Да Полумедитация И Раскрывается знание Даже то чего ты не знал Ты начинаешь Брать у других Вот Для чего шабаши В принципе собирали Да Люди находясь В полумедитативном состоянии Друг у друга Обменивались Знаниями И умениями То есть Соответственно Конкурсы Профессиональные Поэтому особо Не показывают По телевизору Потому что Камеры ломаются Обычно Вот А именно Обмен знаниями Понятие того Что ты умеешь Раскрытие своего Себя с другой стороны Нет такого Что прям Пойти покрасоваться Не для кого Если нет Никакого этого Как бы телевидения Или еще что-то Как ты покрасуешься Особо и не покрасуешься Ну да Ну я думаю Ломаются камеры Потому что Не с тем посылом Стоят люди За этими камерами Сама-то техника Человека Вот Если с правильным посылом Так и камеры Ломаться не будут А скажи пожалуйста Вот родовая память По-твоему Где она находится Где она хранится Вообще В человеке Или она Нет Она не в человеке Она Вне человека Она находится В энергополе Вообще Вокруг нас Она находится В пространстве И Человек Который Ведущий Который уже умеет Это делать Он может даже считывать Родовую память Другого человека Как у меня в принципе И было со Светой Мы стоим с ней Разговариваем Говорю А что это за тобой Моя прабабушка стоит И называю ей Имя своей прабабушки Она говорит Так это моя бабушка А она мне Двоюродная прабабушка То есть Вот так мы выяснили Что мы с ней родственники То есть родовой поток Он Если человек умеет Он может считывать Родовой поток И других людей В принципе Помогать им Расскрываться В этом плане Хорошо А еще такой вопрос Если уж мы говорим Сегодня про родовую память Родовая память И род вообще Ну как-то связаны С кровью Да То что современные генетики Говорят С генетикой Так является ли Отношение к тому или иному роду По крови То есть генетически Все-таки Некой настроечной Такой матрицей Которая Так или иначе Взаимодействует с человеком И вот этому человеку Вот это свойственно По его роду По его генетике А другой до этого Не дойдет У него что-то свое Ну к примеру Взять вот черные народы И белые народы Там желтые Красные народы Все-таки Генетика несколько отличается И родовые Значит качества Родовая память И память То есть является ли Вот эти вот Генетическая основа Некими такими Маячками Приемничками Которые подтягивают К себе вот то Что хранится вне человека Да Они являются Катализаторами То есть если у вас Там у кого-то Ну бывает такой Замешан Человек с другой расы Даже не говорю С другой Там национально С другой расы То соответственно Включая родовую память Вы возьмете поток Именно его расы То есть его рода Непосредственно И действительно Она влияет Но она никуда не девается То есть если Ко мне придет Кто-нибудь из негроидной расы Попросит Включить ему Родовой поток Именно его негроидный Это можно точно так же Сделать без проблем То есть У него просто будут Свои характеристики Свои знания Именно его рода Да Поэтому я всем говорю Какой бы национальности Вы не принадлежали Ну так как у нас Понятно У многих Много что намешано Не все мы Чистокровно русские Это нормально Это надо принимать Но у тех Кто намешан Не переживайте Просто возьмите Ту национальность Которую вы Относитесь И попытайтесь Максимально изучить Их обычаи Их Обряды То есть изучить Максимально Их культуру И так легче Будет открывать Родовой поток И потом еще Тоже может выясниться Что не все они Не относились Каким-либо боком К нашим русским Да И просто Не разделились На нации По той самой причине Что Какие-то внутренние Междуусобицы Как немцы Русские Допустим Да Воевали друг с другом Но Генетически Родовые Братья Сталкивали нас Постоянно И очень часто Мне рассказывали Такой интересный Случай Когда пришел Один человек Кесновидящий И Тоже примерно С тем же вопросом Вот помоги мне Разобраться Кто я такой Я вот себя отношу К этим родам Ну не к русским родам Скажем так Вот помоги разобраться Ну она стала Там подключаться Стала помогать Разобраться В конечном итоге Через какое-то время У него это все Там внутри Открылось И он говорит Слушай А я тут разобрался Оказывается У меня больше русского В крови Чем это Вот то что Я к всему Причислял Потому что Я выяснил И там пошло У меня И вот это И вот это И вот эта ветка Я получается Зря себя К тем родам Причем Пришел с тем вопросом Что ему как-то Некомфортно было То есть Обычаи Которые были там Да в этом роду Вот обычаи Какие-то некомфортные Он что-то Как-то не так себя ощущал И вот Эта Женщина Начала ему Не то чтобы Скала Нет-нет Ты к этому не относишься Она просто так сказала Ну давай попробуем Просто включить Вот настоящую Твою генетическую память Давай так-то К роду там Обратишься И так далее И вот он эти Установкам Стал следовать Стал их проявлять Стал там Нарабатывать И вот прошло время И он Оказывается что Понял почему Ему было некомфортно Разобрался А кто его родич И оказалось что В том роду Он получается Ну не то чтобы случайно А вот нужно было Чтобы он просто там Оказался на какое-то время А так-то у него В общем-то Русских корней Намного было больше кровей И он для себя просто сделал Такой вот Поправочку по жизни И теперь он живет В общем-то Счастливо И замечательно И хорошо Вот такие случаи Случались у тебя Были нет? Да У меня друг Рамиль Он татарин И так как мы начали Выяснять Он вообще То есть не мыслил Себя в другой культуре И не мыслит И смотря его Родовой поток Я вижу что Я в принципе И пришла к тому Что татар Это в принципе Это русская Изначально У меня прадед Об этом не говорил Не все знания Как бы Некоторые теряются А потом Когда начала выяснять Что В Башкирии Татары Они именно Относятся К русской крови Напрямую Они светловолосые Зеленоглазые И То есть Типаж наш Русские Большими глазками То есть такие У Рамиля Мешаны больше Там идут Татары Из Татарстана То есть С Казани И соответственно У него Более темный волос И более Монголоидный Разрез глаз Но русских У него в крови Именно Настоящих татар Не булгарских татар Настоящих татар У него оказалось Настолько много В крови И понятно Почему ему Некомфортно Вот То есть В этой культуре Ему комфортнее Именно в русской культуре Это нормально И Если выяснять Так у многих Такая вещь И Не стоит стесняться Надо просто изучать Обе культуры И Там где комфортно Там и есть Твоё предназначение Я почему-то Тему поднял Потому что Да На самом деле Сейчас очень большая путаница С названием Слов раса И Слово народ И Слово национальности Понятно что Здесь Ну к примеру Если Вот ты употребила Слово там Другой расой А тут уже сразу Вот в чате Посыпались вопросы Типа А где ты видела Человека-зебру Да Потому что Слово раса Значает белый Изначально Вот И Даже Табула раса Там и так далее Латинский слован Я Современных пониманий Расы Я Как раз Это Чтобы эти вопросы Потом не поднимать Я вот как раз Это и хочу Объяснить Ашим Современным Да И вот Как раз Когда Мы это всё касаемся То очень много Возникает вопросов Так вот Я не просто Тему поднял У меня есть Знакомый человек Он По отцу Русский По матери Татарин Но он себя Относит К русским А брат Его Родной брат Относит себя К татарам Его дядя Относит себя К татарам Он выглядит Конкретно Как татарин Монголоидный Такое лицо Суховат Тюркско-монголоидное Вот А например Другой дядя Он себя Относит полностью К русским И вот Получается так Что в одной Семь лет Даже прошёл Раздел Один себя Считает татарин Другой Считает русским И этот Первый Который Считает татарином, он изучает всё по татарскому направлению. Все культурные направления, язык и так далее. А этот Дживя, его родной брат, изучает всё по-русски, причём нашу древнюю русскость он поднимает. Дети его также становятся более русскими, то есть у них проявляется более русскость, вот такая светлость какая-то. А у того проявляются вот именно монголы-тюркские черты. Вот даже с этой точки зрения бывает в одном роду прям такой как будто водораздел. И каждый выбирает что-то для себя. Ну я рекомендовал бы как минимум с братом просто сесть и обсудить и то, и другое вместе, потому что надо знать обе культуры, которые есть. Но опять-таки это культуры, потому что как таковое именно татары, если разбирать по буквице, это пограничники, по словообразованию это что? Это те, кто стоят на границе, защитники Руси, татары. То есть непосредственно сами татары, они исконные татары, они выглядят именно как русичи, да. Я бы, может быть, в чат попробовала бы, сейчас на компьютере, не знаю, у меня получится или нет, фотографию скинуть. Но они светловолосые, я специально подборку делала татар, они светловолосые, зеленоглазые, то есть небольшого роста, ну, до метра восемьдесят пять, вот Иршат где-то метр восемьдесят семь, наверное. Ну, в основном, да, они, то есть среднего роста, светловолосые, зеленоглазые. И это вот именно татары, они сохранились по большей части, именно вот такие исконно русские татары, они сохранились по большей части в Башкирии. Вот. То есть в Татарстане там уже, да, больше монголоидные присутствуют смешения. Да, но здесь я именно указываю то, что они живут очень мирно и дружно, они друг друга любят, но просто один относится, говорит, я вот такой, а другой говорит, я такой. У них вражды нет никакой, они уважают друг друга. Они должны убрать, да. Вот, но просто я говорю в одном, вот в одной семье, на моих глазах, это не выдумка какая-то. Люди относятся к разным культурам, живя в одной стране, мало того, в одной семье. Это поразительно просто. И ничего из плохого нет. У нас страна такая, да, ты правильно сказал, ничего страшного здесь нет, это бытность такая. Ну, да, да, есть это. Это надо просто-напросто принимать для начала. Так, идём дальше. Конечно, замечательно сохранять свои сословные и наши русские крови. Лучше хорошо это сохранять, но так как уже намешано, не надо просто этого стесняться и бояться. Идём дальше, да. Да. Солнце, вопрос в эфир. Лада, объясни с точки зрения физики, как ложь изменяет пространство и какие последствия ожидают лгущего? Благодарю. Но здесь, наверное, надо уточнить, что есть ложь, есть неправда, есть кривда. Много параметров. А здесь применяется именно слово ложь. Ну, тут, наверное, даже многим не стоит объяснять, всем понятно, да, как оно происходит. Там идёт волновая структура, когда ты говоришь кривду человеку, да, врёшь, но тут больше лжёшь, да, намеренно. Ты намеренно человеку морочишь, намеренно вводишь в кривду, то есть в заблуждение. Соответственно, ты изменяешь не только волновую структуру свою, себя на молекулярном уровне, но и того человека, которому ты это говоришь. То есть, естественно, это ничего хорошему не ведёт. И с точки зрения физики, в пространство происходят определённые вибрации, все мы вибрации, всё, есть вибрация, происходят определённые вибрации, волновые вот эти вот, которые меняют структуру самого человека и того, кто это говорит, и того, кто это принимает. Поэтому важно знать, отличать кривду от правды. Если ты эту ложь принял, ты по факту являешься таким же соучастником этой лжи, как тот, кто её произнёс. То есть, ты также изменяешься. Поэтому очень важно чувствовать, что вот, да, тут ложь, здесь кривда, здесь это принимать не стоит. То есть, это от себя, как зеркало, отгораживаешь. Соответственно, ты волновую эту структуру на себя не принимаешь. Поэтому это очень сильно огромное влияние. Лучше это, конечно, на формулах показывать. Я говорю, я визуал, не аудиал, мне достаточно сложно на радио. Как раз вот, да, и надо в этих случаях снимать видео, и надо проводить семинары и присутствие. Потому что семинары, на мой взгляд, когда общаюсь с человеком, всё-таки они раскрывают намного больше, чем даже видео, уж не говоря там про радио. Всё-таки вот это вот общение вживую, глаза в глаза, оно ещё и передаёт то, что видео не может передать, на мой взгляд. Да, телепатический посыл обязательно передаётся вживую гораздо лучше. И человек даже, когда ты, допустим, неправильно произнёс слово, вот как там был вопрос с пиаром, да, и с расами. Человек, когда находится на семинаре, у него не возникает таких вопросов, потому что он понимает мыслеобраз. То есть картинку телепатическую славливает, у него не возникает вопросов по этому поводу. Да, поэтому не упускайте возможности почаще общаться, но непосредственно, а не просто так по скайпу там или... Я всегда открыта для встреч, да, поэтому не стесняйтесь и ВКонтакте меня находите, и не переживайте. Когда я в Москве, я стараюсь с москвичами встретиться, когда я в Тамбове стараюсь с тамбовскими там встретиться. Я всегда открыта к диалогу и критике, и наоборот такое-то похвале. Я всегда только за. По поводу, маленькое дополнение от меня, по поводу вот этих слов ложь, кривда, там неправда. Ложь – это поверхностное, это им обычно пользуются такие серенькие, которые выдают вершочек, а вот то, что там ниже, обычно не выдаётся. Это, например, как договор в банке. Это тоже, да. Да, большими буквами написано самое-самое такое, что нравится, а мелким – то, что потом его в кабалу затягивает. Человек, как правило, читает это большое, а маленькое не видит. А вот в маленьком-то вся суть закрывается. А в маленьком, да, вся кривда. Да, и вот, нет, это не кривда ещё, это ложь, это ложь. То есть человек, он же не скрывает, пожалуйста, но только он говорит то, что есть, поверхностное, ложь, поверхностное. А кривда – это когда тебя уже в сторону уводят, то есть не дают тебе это прочитать. Вот тут, может, кривда. То есть вроде бы всё есть, но тебя убирают и так далее. А вот уже неправда – это уже ещё следующий уровень. Так что вот ложь, кривда, неправда – всё-таки неоднозначные такие понятия. Ну да, кривда – это такой смысл, когда, в принципе, человека не просто намеренно уводят, а даёт ему подмену понятия этого. То есть ему говорят, это хорошо, на самом деле это плохо. Это уже, это кривда, а неправда – это, может быть, даже ненамеренная неправда. А кривда, она всегда намерена. Да, да, кривда. Вот поэтому, когда мы возвращались к вопросу Солнца, то вот что ожидает лгущего? Но лгущий может говорить ложь, потому что он не ведает всего, и поэтому тоже он поверхность где-то схватил и так говорит. Неправда, но тоже как-то бывает такое, что где-то вот он не поправит, что-то сказал. Не досмотрел. Да, не досмотрел. А вот когда уже кривдой занимаются, вот это уже наказание очень серьёзно. Но, правда, есть исключения здесь. Есть народы, которые специально кривдой занимаются, и они тем самым выполняют свою программу, если это возможно. Ну, это их задача, да. У нас есть определённые направления, два направления, да, люди правды и люди кривды. Это нормально. Да, так что это их программа. Наша задача разобраться в этом и не погрязнуть в этой лжи, кривде и неправде. Вот в этом как раз называется. Поэтому такие проверящики на нашем пути иногда и встречаются. Поэтому их ничего ждать плохого не будет, их будет ждать повышение, в смысле понижение туда дальше, по их иерархии. Виталий из Эстонии. В эфир. Магическая физика – это тоже физика, но магическая физика. Вот такой вопрос. Немножко, по-моему, состояние замороченное. Ладно, уточнение, ладно. Уйдём от Морока, уточнение от Виталия. Для магической физики нужно подключить энергию, если я правильно понимаю. Ну, вообще физика и магия – это как таково вся физика магична, вся магия связана с физикой, объясняемая физикой. Ответила тем же, называется. Да, на самом деле магия – это умение управлять энергией, а физика – это объяснение, как эта энергия управляется. Даже не объяснение физика современной, а скорее констатация факта, что эта энергия существует. А магия – это умение управлять. И магическая физика в том понимании, как я поняла, сейчас я немножко подключусь, как и у Виталий, да? Из Эстонии. Виталий из Эстонии. Не из Эстонии, а из Эстонии. Виталий из Эстонии. Я пытаюсь понять его правду, смысл донесённого. Магическая физика, она в том плане, что она и объясняет, как я поняла, его смысловую форму, что она и объясняет, и непосредственно взаимодействует. То есть да, нужно подключать энергию. Магия – это и есть, то есть умение управлять энергией. Отдельно наука, физика – это объяснение, как энергия или просто его констатация. Вот ещё раз повторюсь, чтобы вот для уточнения пункта этого. Слышишь, какие у нас мудрецы встречаются, философы, как выдаст фразу, и потом сидим с тобой вдвоём, пытаемся разобраться. А что этим хотел выразить художник, да? Пункт подключиться, да, к потоку мыслеформы. То есть на семинарах, опять-таки, этого не происходит, там сразу понимаешь, что человек передает образ, это легче гораздо. Вот. Так, дальше, Эдгар, из Москвы, Лада. Как ты относишься к практической магии Папюса, Франция? Благодарю за ответ. Ну, вернее, доктора Папюса. Да, я отлично отношусь к его работам. Дело в том, что это человек, который занимался алхимией, магией, изучением с научной точки зрения, на его уровне, да, на уровне того времени. Я очень хорошо отношусь к его наработкам. Многое у него, правда, очень многое, поэтому я не могу сказать, что это нам близко. От нас это достаточно далеко, да, от нашей родовой. То есть мы, когда начинаем делать что-то, что не соответствует нашему родовому, у нас возникает внутреннее сопротивление, да. Поэтому древнерусская магия для русского человека более, ну... Это всё равно, что южному человеку, который всю жизнь кушал фрукты, поехать на север и кушать там солёную рыбу, да, то есть менее перевариваемое. То есть он может это съесть, и он не умрёт, и всё нормально будет. Но вопрос в том, что для него проще именно вот этот фрукт. То есть точно так же и с магией. Да, очень много правды, очень много именно научных разработок. Тоже он как учёный больше выступал. Но нам ближе наше своё родное. Легче работать. Более образно. У него более разрозненно нет образности, нет целостности, да. То есть какие-то отдельные, очень тяжело запоминаемые вещи. Вот. Минусы его. А плюсы? Ну, в принципе, там много очень плюсов. И если кто-то занимается, я рекомендую прям изучать. Потому что не в то, что прям следовать, но изучить с научной точки зрения просто обязан. Потому что всё-таки это вещь научный труд, я бы сказала. Виталий из Эстонии. Вопрос в эфир. А чего вы спорите по поводу календарей? Россия большая страна, есть разные вероучения и верования. Поэтому календарей много разных. И плюс разные времена, годы и лета. Так никто и не спорит, об этом было сказано. Мы об этом сказали, да. Да, что как раз вот благодаря этому и столько разновидностей. Я, например, не могу себе представить, что можно делать, жить по календарю, который для южного региона на севере, жить по этому календарю. И наоборот. По северному календарю жить в южном регионе. Но это получится какая-то нестыковка. Потому что там уже всё белое, а тут урожай только собирают. И наоборот. Там ещё всё белое, а здесь уже сеют. Да, поэтому говорю, вот я даже когда свой календарь описывала, я написала, что это именно для Центрального Федерального округа. И непосредственно там, допустим, на севере нужно уже будет корректировку делать по тем моментам, которые там описаны по природным явлениям и по астрономическим явлениям, относящимся к этим природным явлениям. То есть его нужно будет, конечно, форматировать, изменять для тех людей, которые живут более далеко, чем в Федеральном округе, Центральном. Разница огромная. Да, и в то же время, если ты уже касался древних календарей, которые до нас дошли в каком-то, может, искажённом виде или непонятном нам виде. Но представьте себе, к примеру, когда у Земли не было наклона, когда Солнце находилось больше в северном полушарии и практически не уходило на южное. Тогда климат был другой абсолютно. Да, климат был другой. Поэтому вот эти все направления, которые там высказаны, они подходили тогда для того, да, это знать хорошо и это знать замечательно, и, возможно, там оттуда многое что сохранилось, но корректировка-то Солнца была произведена, вернее, наклоном Луны в отношении Солнца была произведена. И поэтому, если мы будем следовать этому, то мы можем казаться беспрекословным, да, если мы будем следовать этому, то мы можем казаться той ситуацией, когда человек собирался в Дубае загорать, к примеру, а прилетел на Северный полюс в тех же самых шортиках и в бейсболке, да, и что с ним дальше будет. Или наоборот, человек, который хотел зимовать, его вдруг бросили там в Крым, и он вот в этом вот одеянии ходит в там 40-градусную жару. Вот примерность той же самой. Как минимум, это нелепо, а во-вторых, неудобно, да, поэтому надо очень внимательно относиться, а не так, чтобы фанатеть или от того, или от этого. Он потому и человек, что он не фанатеет, он должен быть человеком. Ну вот, допустим, Авраменко обнаружил на Ачинской палеонтологической стоянке, датированной 28 веками, по-моему, до нашей эры, точно не помню, Ачинский вот этот вот жезл календарный. Он подходит для современности, несмотря на то, что ему столько лет. Это древний календарь, который вот как раз объясняет природные явления и астрономические явления, и он актуален по сей день, поэтому, в принципе, говорить как такое... Так, у нас происходит некая обрыв связи. Насколько вижу, да, обрыв связи произошел. Сейчас я поставлю музыку и... А, ты с нами? Да, прошу прощения, у меня, видимо, перегрелся телефон, что-то нас отрубило. Прошу прощения, я уже вернулась через компьютер к вам. Отлично, отлично, отлично. Итак, про жезл мы уловили, что он на сегодняшний день актуален, и есть такие парадоксы, когда старые календари, старые описания, они подходят на сегодняшний момент. Я говорил несколько про другой, все-таки жезл, наверное, относится не к тринадцати тысячелетней давности, скорее всего, он где-то чуть пораньше, сюда, когда уже... Он там двадцать восьмым веком до нашей эры датируется. Ну, хорошо, датируется. Ну, в общем, давайте, сейчас с этим понятно, что мы можем сейчас тут гадать, но суть в том, что много что изменилось, поэтому, еще раз, фанатеть нельзя ни от чего, иначе вы превращаетесь в адепта какой-либо религии или какого-либо направления, а адепт все-таки это тот, кем все-таки, на мой взгляд, управляют. А наша задача быть не управляемыми, а быть здравомыслящими людьми, полноценными хозяевами своей жизни. Когда вами управляют, мы перестаем таковыми быть. Итак... Это нужно изучать все. Да, поэтому надо вот изучать все и очень фильтровать и подбирать то, что для вас как... Для души, дизайнеры, да. Да-да-да-да, вот это в первую очередь. Вопрос в эфир от Димы из Германии. Здравия, Лада. Возможно ли самому в домашних условиях хотя бы начать пробуждать родовую память и восстанавливать родовую связь? Какие практики, книги, авторов можете порекомендовать? На семинар, к сожалению, пока не получится. Благодарю. Ну, понятно, что в Германии, так что... Порекомендовать, опять же, вспоминать сначала тех предков, которые знаем, потом тех предков, которых пытаемся вспомнить. Потом стараемся найти о них максимально, то есть достоверную информацию, правильно вспомнил или неправильно. Максимально изучить культуру того, где ты живешь и ту культуру, откуда являются твои предки. Посмотреть, насколько они подходят друг другу, слезонировать. Опять-таки, тренировка, постоянное вспоминание предков и именно в состоянии полмедитативного транса, то есть в состоянии чародейства. Когда глаза открыты, ты в состоянии сознания, но сознание у тебя находится в рабочем состоянии. Это можно делать самостоятельно. Говорю, опять-таки, очень тяжело рассказывать, но вот максимально я стараюсь передать сейчас образ. Еще раз, как зовут его, кто спрашивал вопрос задавал? Так, я уже просто перелистнул, сейчас скажу тебе. Это... Сейчас возвращаюсь туда. Дмитрий из Германии. Ага, Дмитрий. Сейчас я попытаюсь максимально передать мыслеобраз. Пусть словит. Сейчас попытаемся. Ну вот, насколько могу, передала. Человек пусть, я думаю, увидит, надеюсь, во всяком случае, что душа срезонирует, и он поймет, как это самостоятельно делать. Получалось, если есть возможность, пишутся, скажут. Да, хорошо. Надо учитывать, что небольшая задержка идет по связи, потому что раздающий сервер не сразу отдает. Там несколько секунд задержка, может быть, но это не критично. Так что, если вдруг Дмитрий отозвалось что-то, ты можешь в чате написать. Вот такие еще эксперименты мы проводим. Итак, следующий вопрос. Это Ярагор. Просто когда, например, непосредственно общаешься, там задержки таковой нет, а здесь задержку надо учитывать. Ярагор. Вопрос эфир. Лада. Обычно на семинарах большое количество информации, и если не записывать, то много чего теряется уже через несколько дней. Вопрос. Можно у тебя на семинаре записывать звук или видео? Кстати, присоединяюсь к вопросу. Почему? Потому что мне уже вот прислали кучу вопросов. Примерно такого же вопроса. А будет ли запись? А будет ли выложено? Запись будет, будет видео, запись семинара. И, в принципе, как таковой, там даже нет такого, что я лекции провожу. Там больше идет практическая работа. У меня больше тренинг, а не семинар. И поэтому ничего там особо записывать не нужно будет. Больше нужно будет задавать вопросы и ощущать это на себе. То есть будет больше практическая работа. Мы, конечно, видео снимем, но живу это, понятное дело, в 10 раз эффективнее, чем потом по видео посмотреть. Можно не понять многого через видео. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Лада! Хиромантия в помощь ясновидящей или это ненужные знания, и ты информацию получаешь как ванга от голоса свыше? И какова общественная ответственность, которая лежит на обладателях дара ясновидения за передачу, возможно, неверных сведений о человеке и соответствующие последствия применения их этим человеком? Благодарю. Олег из Иркутска. Значит, сейчас еще раз бы мне как-нибудь часа еще бы найти их в чате. Ладно. Значит, по поводу, чтобы было четко ответить, по поводу хиромантии. Хиромантия – это как таковая наука, то есть изучение линий на руке и по ним трактование судьбы. Опять-таки человеку должно быть достаточно образное мышление, чтобы их трактовать правильно. Это со временем, с опытом приходит. Это не обязательно быть ясновидящим для того, чтобы быть хиромантом. Это просто нужно хорошо все изучать, как тоже криминалист, который в немедимике очень хорошо трактует, благодаря тому, что он просто знает, как это должно быть. То есть практика такая у него есть. Ясновидящие, если дают какие-то неправильные знания, это происходит по той самой причине, что у человека восемь вариантов развития событий. И если смотреть только один вариант событий, развития, человек может не пойти на этот вариант развития событий. Ответственность, естественно, лежит, и она есть прописана в кодексе магов. Поэтому рекомендуется давать человеку как минимум три пути, но для того, чтобы вот так вот долго с восьми путями не заморачиваться, туда пойдешь, что будет, туда пойдешь, что будет. Найти наиболее вероятные, наиболее положительные и описать просто действия, не то, что там у него будет, а именно то, как ему нужно сделать, чтобы он к этим действиям пришел. То есть посмотреть будущее, результат непосредственно действий и сказать об этом человеку. Если что-то не совпадает, человек вправе обратиться еще раз к этому человеку, сказать, вот тут кто-то не совпало. Посмотреть, по какой причине не совпало. Перешел ли он на другой уровень, или это действительно просто неправильно словил образ ясновидящий. Если он неправильно словил образ, это одно, если посмотрел Путин и рассказал о нем, это уже другое. То есть это уже его ответственность. Если ты упоминаешь криминалиста, то это Виктор Викторович Колкутин. Не могу точно сказать, к сожалению, потому что... Но от которой его человек-невидимка, ты имеешь в виду? Возможно, да. Я сейчас послала... Ну, я просто говорю, что так его зовут, Виктор Викторович Колкутин. Я образ его знаю, как он выглядит, знаю, как... Да, в возрасте человек, седой, да. Так, и там был вопрос, а ты что, слышишь, получаешь, как Ванга, слышишь голоса свыше? Я не слышу голоса свыше, я знаю яснознание, то есть мне приходит образ, картинка, образ, и яснознание – это не просто голос, да, голос в голове тоже надо посмотреть, не случайно, если в человеке сидит. Вот. А именно как знание, как понятие того, что ты... То есть по факту, да, у человека там, ну, есть люди, которые не ясновидящие, яснознающие, вот друг мой Иван, то есть он может сказать, да, у этого человека синяя аура, он не видит, что она у него синяя, он яснознанием знает, что она у него синяя. Такие знания, да, приходят через яснознание, они у меня есть, но у меня больше ясновидение именно картинки, образы, то есть вот это вот больше развито. Хорошо, идём дальше. Вопрос эфира от Дмитрия из Германии. Рождаемся ли мы всегда в одном роду, и если в разных, то возможно ли в настоящей жизни вскрыть родовую память прошлой или прошлых жизней? Благодарю. По мнению моих предков, то есть по легенде нашей семьи, которые по сказкам и рассказам, которые передавались из уструста у нас, считалось, что человек всегда рождается в том роду, в котором есть его предки. То есть он может родиться, конечно, не в своём прямом роду, то есть непосредственно у бабушек, дедушек, а родиться у двоюродных, допустим, дяди, тёти и так далее. Поэтому максимально нужно, конечно, знать ветки своего рода. Но это, конечно, сложно сейчас на данный момент, но вот хотя бы для своих детей нужно записать, чтобы они знали. Ты знаешь, здесь такое можно небольшое уточнение, ремарку внести. Вот, к примеру, очень часто после Великой Отечественной войны или Второй мировой стали известны такие случаи, когда, казалось бы, в роду твоего врага появлялся ты, убитый на той войне. Вот, к примеру, там русский солдат убитый был немцем, и он рождается в немецкой семье, примерно в том роду, из которого был тот немецкий солдат, убивший тебя, и наоборот. И вот эти парадоксы многие не могли объяснить. Ну, как же так всё-таки? Ну, сейчас я закончу. Всё-таки, всё-таки, вот, это всё-таки враги, враждовавшие рода. На самом деле-то всё очень просто объясняется. С точки зрения, что они враждовали, так это для родов ерунда полная. Почему? Потому что, во-первых, ну, конечно, это не полная ерунда, это плохо, когда братья друг друга убивают, но они из одного пророда, из одного направления. Поэтому ничего удивительного в том, что один рождался там, а другой воплотился здесь. Казалось бы, что из разных родов. Нет, это один прород, поэтому ничего там страшного не происходит. Но нужно было, нужно было, видимо, или допустили до этого, чтобы вот так случилось, и теперь вы должны на своей, так сказать, шкуре, да, это всё испытать, отработать. Вот, пожалуйста, теперь консультируй в этом направлении. Ну, вот так, в принципе, ты всё правильно сказал, мне даже тут добавить, в принципе, нечего. Действительно, с немецкими родами, вот как раз те, кто воевали со своими, по факту, родовыми братьями, они потом в этих семьях рождались и отрабатывали, то есть учились любить тех, кого они, с кем они воевали. Ну, как таковой-то ненависти особой и не было, если вот послушать мою прабабушку, да. Конечно, не любили венгров, там, ещё что-то, которые реально судистами были, или ещё кого-то там, но каких-то конкретных личностей, ну, как таковое отношение было достаточно терпимо, несмотря на военные действия. Вот, но, во всяком случае, как мне рассказывали. Неприятно, нехорошо, не все люди-словочи, да, то есть если тебя послали воевать против русских, да, немцев послали, это не факт, что он тварь такая, которая русских ненавидит, то есть встречались, конечно, и нехорошие люди, но это всё вопрос опять-таки личностных. Да, я считаю, что плоскостно вообще в этом мире нельзя ни к чему относиться, прямолинейности как таковой, при всей видимости её всё-таки не существует, всё намного интересней, поэтому вот просто так говорить, это был мой враг, а значит чужой род, я не к этому не отношусь и так не подхожу. Здесь у нас всё намного интересней. Виталий из Эстонии, в эфир. У меня гордость возникает за наших предков, но смотрю я на современных молодых и ужасаюсь, что они несут, хотя тоже довольно молод, но в таком случае вопрос, являются ли среда обитания, окружения или интерес важным для человека, является ли важным приоритет у человека? Безусловно, конечно, является воспитание и окружающее влияет очень сильно, окружающая среда очень сильно влияет на воспитание и непосредственно на поведение наших детей. У меня у самой дочери 18 лет, и я вижу, то есть какой у меня ребёнок, я вижу вокруг неё детей, и я могу сказать, это замечательные дети, замечательные подростки, к которым у меня в принципе никаких претензий нет. И опять-таки в связи с тем, что может быть они возле меня как-то очень много крутились, но ребятишек, которых пьют или курят, очень мало, даже вот в компании моей дочери. И те, кто, допустим, начинал там пить или ещё что-то, после моих разъяснений, чем это грозит, всё это заканчивалось. То есть дети, на самом деле, они лакомосовая бумажка нашего современного мира, то есть они просто пародируют то, что происходит. И не потому, что они там плохие или тупые, или не понимают, просто их так к этому привели, они им просто задурили голову, навели морок. И если детям снять этот морок, они просто прекрасные и замечательные создания. И наоборот, сейчас приходят в рот, во многие рода возвращаются ведичи, то есть те, кто обладал магией изначально, а практически каждый наш русич обладал магией. И вот приходят как раз те ведичи, которые наоборот сейчас наш мир будут менять в лучшую сторону. И это уже видно по детям, говорят, дети индиго. Не дети индиго, дети ведичи. Вот они приходят. Хорошая поправка, именно дети ведичи, да. Валька 1, вопрос в эфир. Лада, как определить принадлежность к какому-либо роду ребёнку, плоду насилия, не ведущего своего отца, а мать воспитанница детского дома? Благодарю. Опять-таки раскрывать родовую память. Ничего страшного по поводу того, что такое страшное было, нет, конечно, это страшно, то, что это было такое зачатие, да. Без благословений это очень плохо, конечно, для ребёнка. Но, опять-таки, переживать по этому поводу не стоит. Можно раскрыть род матери, род отца и найти тех его древних предков, которые были замечательными людьми. Может быть, даже непосредственно бабушка прямая этого, мама этого насильника, хороший человек или дедушка там является хорошим человеком. Но вот так он не усмотрелит за ребёнком, да, такой получился или такой поступок совершил, может быть, он самый хороший. Не стоит прям так критично к этому относиться. То, что человек в детском доме, надо, конечно, достаточно сложно вспомнить тех, кого ты не знал никогда, но постараться нужно. И хотя бы узнать, есть ли есть такая возможность имена своих родителей биологических, чтобы проще было восстанавливать род. Поэтому, опять-таки, постараться восстановить родовую память. Хотя это, конечно, для тех, у кого детдомы с кем достаточно сложно. Но тут можно просто подключиться к потоку родовой памяти, и уже там постепенно всё восстановится, конечно. Сложнее, но сложно, но можно. Если постараться, всё возможно. Да, ничего невозможно в этой жизни нет, если у вас есть необходимость получения этого. Не просто «хочушка», а необходимость. Здесь, в общем-то, я помню, такая ситуация. Мама воспитанница детского дома, она своего родового не знает, а папа вот как-то так пришёл и ушёл. Всё. И получилось, что сын, ребёнок, не может ничего взять от мамы, потому что та ничего не знает, потому что воспитанница детского дома, и от папы, потому что его рядом нет. Это, конечно, тяжело. Но, с другой стороны, когда мне говорят «несчастный» и так далее, а что жалеть-то? Если человек здесь появился именно с такой программой наследие, значит, для чего-то он здесь должен быть. Я даже объясню, для чего он такой пришёл. Нет, я просто к тому, что жалеть во всех случаях не надо. Надо делать возможность для развития. Без заморочек, без всяких там навязанных стереотипов он может проложить свой путь такой, какой ему нужен. Это даже может быть в какой-то степени хорошо. А маме максимально любить и заботиться. Всё, что могу посоветовать. И тоже, если есть возможность восстанавливать труд, нет, значит, подключаться к родовому потоку само всё восстановится. Не переживайте, придут люди, вот как сегодня с книжкой моего рода, придут люди и принесут вам на блюдечки реально то, что вам нужно. Это нормально. Да, поэтому не заморачивайтесь. Если человек приходит с такой программой, с такими установками, значит, он там это выбрал, и там так сложились, и так боги и предки направили, чтобы он этот урок прошёл, чтобы здесь что-то произошло, чтобы он с чем-то разобрался, может быть, без тех основ, которые у многих есть, но, к сожалению, которые сейчас почему-то забывают это использовать. Ладно, идём дальше. Виталий Чернов, вопрос в эфир. Здравия. Ваше отношение к участию ясновидящих на телепроектах. Видите ли вы пользу в этом? Ну, к сожалению, сейчас это стал больше коммерческий проект, и ни для кого не секрет, что многие шоу этим очень хорошо пользуются, и в коммерческих целях для себя в том числе. На самом деле многие идут, вот как сказали, да, за пиаром, за тем, чтобы потом проводить какие-то практики. Ну, если человек идёт с мыслью о том, чтобы донести для людей что-то, да, в смысле о том, ну, то, опять-таки, с какими намерениями он идёт. Если он идёт туда с намерениями для всего мира, ну, почему это плохо? Это хорошо. Вопрос в том, что никто ему не даст особо туда пройти, если у него нет в кармане ничего. И, опять-таки, если человек идёт чисто с жаждой наживы, ну, это другой вопрос. Это всё сверху рассудится так, как нужно. Переживать по этому поводу не стоит, и верить всем подряд тоже не стоит. Лучше опираться при выборе ясновидящих именно на отзывы тех людей, которых вы знаете. Либо самому пробовать, проверять и смотреть, как этот человек работает. Но я могу сказать одно, самое важное, да, наверное, для наших слушателей. На расстоянии настоящее не работает. Я думаю, это важно. Я вот думаю, что надо всё-таки нам пытаться от дуальности как-то уходить от того, что хорошо или плохо. Вот дайте чёткий ответ. Хорошо это или плохо. Потому что, что одному хорошо, другому может быть смерть. Да, вот известная такая поговорка. Я говорю, с какими мыслями идёт? С наживой, то это плохо. Если он идёт, чтобы показать всему миру, что ясновидящие есть, и он этим чего-то хорошего достигнет, то это хороший вопрос, дойдёт ли он до туда. Это вот уже второй вопрос. Да, да и даже когда с целью наживы идёт тоже ничего в этом плохого не вижу, от поры до времени. Какую наживу он там… Приходится фанатизм, да. Да, здесь очень много нюансов, о которых мы можем сейчас бесконечно говорить. Если вам хочется идти в цель, почему нет? Обмен энергией, обмен… то, что деньги платят экстрасенсов, это нормально. Я вопросы говорю о том, что если человек думает не о том, как он поможет людям, а о том, что просто заработать на этом деньги, это плохо. А если он думает о том, что он больше людям поможет, то что в этом плохого? Нет ничего плохого в этом. Так я же ещё дальше беру. Он… Хорошо то, что в конце концов он свой урок получит, и за вот эту вот жажду наживы он в конечном итоге, пройдя свой урок, получит хорошую затрещину. Вот что хорошо. Человек пройдёт свой урок. Поэтому достижательство, которое он проявляет, оно выглядит, конечно, плохо, отвратительно, этому не надо следовать, но он своим примером может другим показать, к чему это приводит. Потому что он же становится известным, такой человек. Он же там выпендривался на голубом телеэкране. К нему народ потянулся, деньги заплатил, а в конечном итоге получается пшик. И на этом плане пшик, все узнали, что это такое. И потом там с него спросили, а что это тут делал-то. Так что это хорошо, это хороший пример о том, как не надо себя вести. Поэтому ничего плохого в этом я не вижу. Наша задача-то не просто разделять на хорошее и плохое, а понимать, как мы это, хорошее или плохое, можем применять в своей жизни для блага. Вот наша задача здравомыслящего человека. Да, многие не думают о том, что потом аукнется на весь род. И этому человеку может, допустим, не прилететь, если он хорош, там себе защиту поставит и всё остальное. А потом спрашивают, почему у меня нет детей, почему у меня нет семьи. И что ведущие одинокие. Ну, я могу сказать, моя семья, все ведущие, ни одного одинокого. Вот, вот. То есть я про это и говорю. Пример. Если этот человек становится известным за счёт этих голубых экранов, если он такой стяжатель, который бабла там рубит постоянно, и у него получаются такие проблемы, вот тогда можно пальцем сказать. Смотрите, вот это он делал, так делать нельзя. Вот и всё. Хороший пример. Так что, ну, давайте, я ещё раз прошу всех, не относиться к маленьким детям, которые, просматривая страшный фильм, прячутся за маму и папу и спрашивают, это хорошее или плохое? Это хорошее или плохое? Давайте всё-таки становиться взрослыми людьми и понимать, что хорошее для кого-то может быть плохим, а плохое для кого-то может быть хорошим. И всегда, понимая и ведая, мы плохое можем перевести в хорошее. Вот с какой точки зрения. И с той точки зрения, что давай сейчас побежим и будем бабло себе рубить по карманам и распихивать и так далее. Нет, ни в коей мере не к этому. Я вот пояснил, что я имел в виду. Немножечко более высокие у меня направления. Вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Лада, очень интересно у тебя узнать твое мнение про родимые пятна и как родимые пятна в зависимости от цвета влияют на поступающую энергию человека. Итак, первое. Что такое родовые пятна и как они в зависимости от цвета влияют на поступающую энергию? Два вопроса от Михаила из Москвы. Ну, про родовые пятна сейчас как раз и веду исследование и, к сожалению, пугающий достаточно ответ у меня будет на этот вопрос. Родовые пятна с точки зрения биологического составляющего, если они не травматического характера, то есть во время родов, которые случились, а появились позже, да, со временем, то это выход активных раковых клеток на кожу. То есть там, где раковые клетки... Ну, с другой стороны, опять-таки хорошо, потому что рак не развился внутри организма, а вышел раковыми клетками. То же и с родинками. Большое обилие родинок говорит об активности у человека раковых клеток по роду. Вот у нас, допустим, в семье достаточно активные раковые клетки, и у меня тоже очень много родинок. И то есть понимая, что вот очередная родинка вылезла, это, ладно, где-то тебя спасло от рака, который мог развиться внутри тебя. Как пока уходить от этого, вот как раз я сейчас это изучаю. Потому что для меня очень важна тема рака, раковых болезней, исследования этого, и у меня получается кое-что исцелять. И вот прям для меня это глобальный момент. И если кто-то из слушателей знает, еще тоже такой вопрос, если кто-то из слушателей знает, как и от чего берется диабет, потому что я не могу определить его полевой структурой, понять, от чего он берется. Соответственно, не знаю, как лечить. Если кто-то знает, буду благодарна. Пообщаемся с тобой, может быть, узнаем. По поводу хорошо или плохо, есть такой детский анекдот. Лечу – это хорошо. Самолет загорелся – это плохо. Выпрыгиваю с парашютом – это хорошо. Парашют не раскрылся – это плохо. Подо мной сток сена – это хорошо. С того сена вилы – это плохо. На вилы не попал – это хорошо. На сток сена тоже – это плохо. И так далее. То есть, дуальность приводит к таким интересным последствиям. Дальше про это поговорили. Вопрос в эфир от Владимира Изматиевича. Лада, кто или какие силы искажают родовую память? Родовую память искажает внутренний морок, наличие кривды внутри, принятие кривды. Как я говорила про ложь, когда ты принимаешь ложь, кривды, неправду ты принимаешь, ты изменяешь волновую структуру. Это мешает. И когда человек постепенно снимает морок, он видит, где там была кривда у него за все прошедшее время. И если он это вымарывает, есть такой обряд маранка, может, кто-то слышал. А вымарывает, постепенно это все уходит и помогает, в принципе, очищение, такое энергетическое именно раскрытие родовой памяти. То есть то, что мешает, это наши, как говорит моя мама, наши заморочки мешают нам жить. Поэтому это самое главное. На какие-то внешние силы списывать, я вам могу сказать, родовая память настолько с нами резонирует, что списывать на чужеродные силы, ну, нет смысла. Это внутри нас проблема. Ну, я бы так не сказал однозначно, что вообще нельзя списывать. Конечно, они влияют и присутствуют, на то они чужеродные силы. Они же свое пространство пытаются отвоевать. Но вопрос, а вы человек или кто, да? Вот если вы человек, тогда ищите проблему в себе. Если вы какая-нибудь вошка, то в тот случай ищите того, кто вас прихлопнет. Вот здесь надо, опять же, разбираться, кто вы и для чего вы. Постоянно, у нас сейчас очень много людей, которые ноют, постоянно ходят и ноют. Вот, зажимают, нам не дают житья. Да кто тебе не дают житья? Вот что-то вокруг себя организуешь, такое житье у тебя получается. А что ты помыслил, то и сбывается. Конечно. Вот что ты собой представляешь, что ты получаешь. И правительство здесь ни при чем, и какие-то там силы ни при чем. Да, они себя проявляют. Но ты-то человек, ты-то сильнее, чем они. Они всего лишь навсего создают условия какие-то, которые им необходимы. Но ты-то человек, который эти условия может для себя пересоздать и создать новые. Ну, зависит только от понимания. У нас сейчас все пытаются кому-то что-то доказать. Кто круче, кто там мощнее и умнее. Вместо того, чтобы просто объединиться и жить по праве. Да, вот как так, по завету наших предков. Не портить природу, то есть ладу с природой. И так далее. Вот люди иногда меня удивляют. Плачет, сидит, но при этом не сдвинется с места, чтобы свой горшок помыть и убраться вокруг себя. Но будет плакать, сидеть, рассказывать, как там его загрязняют и так далее. Удивительные парадоксы жизненные. Да. Так, я Гриша. Во всем крепкого здравия. Интересная соведущая. Это про тебя. Интересует вопрос, к какому типу питания относятся соведущие. Вот давай так. К какому типу питания ты относишься? Вегетанству я отношусь. Я считаю, что женщине очень полезно перед родами или, то есть, перед тем, как она хочет сделать ребенка. Вообще у нас на Руси было распространено рыбоедение. То есть, в основном вегетарианские именно у женщин, но необходимость есть в рыбе все-таки. Ну, это мое личное мнение. Я сейчас как раз ищу этому научное подтверждение. Говорят, вот ты занялась родинками, соответственно, тоже и питанием. Я вегетарианец, я не сыроед. Я, то есть, могу покушать и молоко, и то, что безубиенно. Потому что, ну, у меня основание в основном даже, то, что в роду у нас, приходится держать даже безубиенный пост. Может быть, и были бы у меня соеды. Но так как постоянно находишься в работе, да, ну, я буду так это называть, современным языком, в состоянии чародейства постоянно находишься. Поэтому, а перед тем, как делать какую-то магическую, практическую работу, нужно держать безубиенный пост. Это даже выгодно для чародея быть на вегетарианстве. Поэтому вот наш род, у нас в роду, естественно, не употребляет никаких допинг-продуктов, не алкоголь, не курение. Вот, к сожалению, у меня супруг курил, и вот сейчас пытается это бросить. Вот, и у нас в основном все, да, на вегетарианстве. Это необходимая вещь для нашего рода. Это здорово. Я по себе заметил, что многие люди, с которыми я общался, те, которые пытались бросить, у них очень трудно это получалось. А те, которые просто переставали курить, осознавая, что это такое, у них это получалось на раз. Просто беседовали с человеком, и вот многие молодые люди и пожилые, они потом через какое-то время переставали и употреблять зелье какое-либо, переставали себя вдыхать, всякую дрянь, только из-за того, что они осознали, что это такое. Ну, пример очень простой. Когда мне говорят, у меня силы воли не хватает. Я уже это как-то в эфирах говорил. Я так говорю, вот тебе нож или вилка. Человек сидит передо мной. Вот тебе нож или вилка. На, возьми. Он берет в руку. А теперь говорю, ткни себе в глаз хорошенько этим. Говорю, ты что, дурак, что ли? Говорю, вот видишь, силы воли никакая не нужна, чтобы себе вред не наносить. Да? То есть, здесь дело не в силе воли, здесь дело в чем-то другом. И он такой, когда-то осмысление включалось, говорит, да, слушай, пожалуй, ты прав. Да, пожалуй, прав. И вот человек начинает разбираться в этой ситуации. У него перестраивается программа вот эта из паразитической потребительской в программу созидательную. Он понимает, что разрушать себя – это очень нехорошо, это очень плохо. И в этом случае начинает думать про другое. А когда он думает про другое, у него появляются другие мысли, у него, вокруг него что-то меняется. И в этом случае табак и алкоголь ему становятся уже, как и любые другие наркотики, уже просто становятся не нужны. И он легко, без каких-то ломок это все бросает. Ну, естественно, кому-то там необходимо какие-то упражнения сделать, которых сейчас достаточно большое количество. Но в первую очередь о сознании. Мы все-таки челу веки. Да, вот у меня сейчас супруга зазнал, говорил, что ничего в этом страшного нет. Когда я говорю... Меня он, естественно, не слушал, что жена слушает, да? Ну, в общем, да, кто-то такая слушает. Когда опознал, он уже бросил на данный момент, да. Я им горжусь, потому что это достаточно сложно. Но так человек с 15 лет употреблял гадость эту сигарету. Ну, их эти легкие, но все равно. Но вот сейчас я им горжусь. Мы гордимся всем народным славянским радио, со всеми радиослушателями. Так что гордимся. Вот. Видите, осознанность очень что делает. Чудеса просто. Вопрос эфира Данила. Здравия с ведущим. Лада, что тебе известно о назначении лукомыслов? То есть лукавят когда? Когда стало допустимо лукавство в нашем мире? Благодарю за ответ. Так, сейчас попытаюсь опять-таки мыслеобраз словить. У меня тут что-то сейчас. Ну, то есть что такое лукомыслие? Что такое? И когда оно стало допустимо в нашем мире? Вот, в принципе, два вопроса. Я могу сказать, что оно допустимо стало совсем недавно. И вот по моим ощущениям, да. То есть даже во времена моих родителей, наверное, пошло это более повсеместно распространено. Но как таковое, ну, я не могу сказать, что оно повсеместно есть, да. Но не то, что прям пошло в нашем мире. Люди сейчас тоже все с головой. Все идут, стараются идти к свету. Не идут к свету тех, кого сломили, кому изменили сознание, кому внушили, что свет – это тьма. Тьма – это свет. Подмену понятий сделали. Их тоже обвинять нельзя. Я видела множество людей, которые выходили из тьмы и шли к свету благодаря тому, что с ними пообщались. Ну, вообще, разберитесь, я так рекомендую всем разобраться со смыслом, что такое лукавство, да. И тогда, в общем-то, будет понятно. Разветвление лука, вот это лука, вот в сторону, ну и так далее. В общем, здесь такое тоже дополнение. Мы когда говорили про кривду, про ложь, неправду и так далее. Вот это вот из этой же серии. И говорят, что так, лукавый, то есть, да, вот этот, который в сторону уводит, у кого еще рога на голове. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Если без воли богов не упадет ни один волос человеческого, с человека, то тогда почему умирают разные времена таинственной смертью прямо при богослужении жрецы ведуны и творится много зла на земле? Это первая часть. Отсюда можно исключить фактор темных сил. Нет зла. И существует одно безмысленное и беспощадное, и непосредственно, несправедливое добро. Как-то так странный оборот, поэтому я теряюсь. Несправедливое добро и все бытие человека – это своеобразные игры богов, либо боги все-таки разные по своей мотивации и различные по сути. И существуют антиподы богам-творцам, которым претит развитие, и они забирают людей в пекло, как описано в Ведах. Благодарю. Фух. Вот такой длинный вопрос. Олегу отвечу, благо у меня этот вопрос вылез в телефоне, и я его вижу. Видимо, он очень важен. Значит, что могу сказать? Почему умирают? Первую часть, да? Во-первых, есть множество сил воздействующих. Начнем с того, что вторую часть сначала отвечу, тогда будет более образно понятно, да? Он сказал, что есть боги, да, разные по своей мотивации, различные по сути существуют антиподы богам-творцам. На самом деле, ну, не забирает, конечно, никого в пекло, но действительно существуют антиподы. То есть у них просто другая задача, ну, скажем так, для других целей использовать непосредственно нашу планету. Поэтому, да, они существуют, их можно назвать силами зла, хотя, с их точки зрения, кто еще зло? Ну, опять-таки, адвайственности, да? У них действительно другая мотивация. Вот именно правильно, что они разные по своей мотивации. И они, естественно, не хотят, чтобы... У них есть желание, вернее, чтобы те, кто занимается мотивацией в свою сторону, да, то есть делать что-то для блага человечества, им это невыгодно. И они, соответственно, влияют. Отсюда идет смерть при богослужении и так далее, да? Еще есть моменты. Вот у нас в Масловке, это микрорайон города Воронежа, когда построили церковь... Прошу прощения. Вот, построили, когда церковь, произошло, что туда пришел освящать священник, и в результате выяснилось, что место плохое, ну, это так все знали, но он умер прямо на пороге. Вот, то есть человек-то, может быть, с благой целью шел в своей христианской религии, такой вот чистой, светлой душой, он пришел на темное место, и его это место поразило, он погиб. Слышно меня? Алло? Да, тебя слышно. Ага. Затаив дыхание, слушаем рассказ священника. Вот, и он просто погиб прямо на пороге церкви, то есть было совсем недавно, не знаю, года три или, наверное, четыре, может, пять лет назад, точно не скажу. И вот когда открывали эту церковь, это как бы всем известный факт такой был, столько много было споров об этом. Жрецы также погибают, на них воздействие постоянно идет, те, кто идут к свету постоянно, ну, я не могу назвать это силами тьмы, это действительно боги с другой мотивацией мешают, да, каким-либо образом помогать человечеству. Я это постоянно себя ощущаю, вот на данный момент я сижу с разорванной связкой на ноге, и это все потому, что мне сейчас нужен хрустальный шаг, который целью, опять-таки, я преследую такую цель, что я наберу командующих людей, которых будут так же ладить со мной мир во благо, да, для человечества. Ну, у меня моя задача, цель такая, с какой я туда иду. И, опять-таки, провести семинар включения в рот достаточно большой, сильный и трансформационный, и мне просто буквально перед тем, как ехать в Москву, я вот эту ногу, причем я ее не тянула, не падала, у меня ни с того ни сего порвалось сухожилие. То есть воздействие идет, оно магическое, оно сильное, и не всегда можно защититься. У меня разорвались наузы на руке, у меня слетел амулет, то есть оберег мой, да. То есть это нормально, что те, кому это невыгодно, они противостоят, и жрецы от того тоже быстро уходят, потому что мы просто идем против мотивации другого бога. Да, интересный ответ. Хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир, Геннадий Тверь. Лада, что может означать, когда часто снятся ближайшие предки, ушедшие в сваргу, бабушки, деды, тетки, это они хотят связаться с нами, или я подсознательно, или это так память родовая раскрывается, может быть? Благодарю. В принципе, назвал все три варианта возможного, да. Надо опять-таки смотреть ситуацию вживую, но могу сказать, что вероятнее всего это все-таки раскрытие родовой памяти, если нет никаких негативных моментов во время сна, опять-таки о чем сон, да. Если снятся какие-то негативные моменты, могут быть предупреждающие, да, то есть защита рода идет, но опять-таки это раскрытие родовой памяти в любом случае, хотя бы даже частично. Если напрямую какие-то знания дают, там приходят, допустим, как дети рассказывают, да, мне дедушка снится постоянно какой-то, он мне приходит и что-то рассказывает. Это прямая, это прямой поток подключения к роду. То есть если дети вам такое говорят, им три месяца, пять месяцев, год подряд снится дедушка, не пугайтесь. В 90% случаев это все-таки раскрытие родовой памяти. Если же он толкает на что-то нехорошее, то надо задуматься, может быть, сущность приходит, ну, то есть иномерец приходит к ребенку. Тут уже, ну, тоже опять-таки эту ситуацию надо смотреть. То, что дети сняться, это очень хорошо в любом случае. Да, вот когда иномерец какой-то приходит, чем-то обучает, надо разобраться, что что-то вы, видимо, может, в своем роду кого-то не принимали, вот это тоже такой момент очень может быть важный. Вопрос есть, что у вас радующий мог быть человек с одержимой вот этим иномерцем. Да, да, да. Или вот эта одержимость может проявляться, или, может быть, просто вы кого-то не принимали из-за каких-то, может быть, поступков. Не обязательно там может быть одержимый, но вот вы не принимали, и он пытается застучаться, и вот это вот влияет очень сильно. Здесь однозначно нельзя так подходить, надо разбираться в каждом конкретном случае. Да, да, да. Все случаи индивидуальные, абсолютно нет двух одинаковых случаев. Говорят, даже проклятие на человеке наведяно. У меня вот за мою практику, правда, два раза бы все увидела венец безбрачия, а так, и они причем разные, да. Вот сколько видел за свою жизнь вот этих вот программ проклятий, я могу сказать, что ни одно из них не похоже на другое. Все разные порчи, все разные. Нет одинаковых ритуалов, нет одинаковых заговоров, нет одинаковых прям проблем, что у этого пойдет так и так. Все индивидуально абсолютно, абсолютно индивидуально. Поэтому даже кто-то, если хочет заниматься магией, вот я кодекс «Мага» написала книгу, там очень хорошо и доступно написано именно, как составлять самому заклинание, заговоры, то есть в соответствии с поконом, да, так, чтобы не нарушить ничего плохого, не сделать, и индивидуально подойти к каждому человеку. А вот вопрос такой, не боишься того, что прочитав вот кодекс «Мага», например, люди какие-то начнут использовать не во благо, хотя бы самим себе даже, что-либо, май, например? Наоборот, этот кодекс, наоборот, рассказывать о том, как сделать во благо, потому что сделать не во благо по кодексу, достаточно сложно, как раз над этим очень долго трудилось, чтобы это именно было пособие, как сделать правильно и неправильно по нему сделать достаточно сложно. Хорошо. Очень надо постараться. Это не художественная литература, это опять-таки техническая литература. Хорошо, когда говорили про сны, вот, да, то, что Геннадий из Твери написал. А вообще сны, как ты представляешь себе, они делятся на что-то? Ну, есть сны просто отдыхалочки такие, когда ничего человек не видит, просто мозг отдыхает. Есть сны, когда какие-то картинки яркие идут, но это просто образы, ну, чтобы, опять же, так человек отдохнул и разлёгся. Есть сны, которые обрабатывают прошедшее время и какой-то анализ даёт. А есть сны вещи, то, что называется, когда кто-то из рода приходит, говорит, или какая-то сущность пытается достучаться, или какой-нибудь там из тёмной нави лезет и так далее, навник какой-нибудь. Вот ты делишь какие-то сны на вот эти категории? Мне немножко сейчас ушло от образа. У меня просто муж для меня морально пытается достучаться, и я немножко схватила его образ. Прошу прощения, кое-что морально прослушала, да? Ушами-то послушала, а головой немножко меня муж зовёт. Вот, значит, по поводу снов. Для меня достаточно сложно судить о снах по той самой причине, что род видит сны такими, какие они есть. То есть если мне снится нави, значит, он пришёл с какой-то определённой задачей, и эта задача будет исполнена наяву. Если мне приснила сущность, значит, это наяву на меня нападала сущность. И опять-таки, то есть у меня нет как таковой чёткой системы трактования чужих снов по той самой причине, что моя система – это совсем другое с тем, что другие люди видят. И то, что я вот пытаюсь чьи-то сны трактовать, это только по по отзывам людей, которыми я трактовала. То есть я просто пытаюсь какую-то статистику составить для себя, но мне сложно, потому что я говорю, у меня сны – это… Если я вижу, что в 11-м году, перед 11-м… Вот 11-го марта, какого там года, по-моему, 11-го, да, была фукусима, вот за три года до этого я день-день в 11-го марта видела, как это произойдёт. То есть если мне это приснило, значит, это произойдёт рано или поздно. Поэтому мне сложно с людьми в этом плане. Да ты ведьма! Итак. Да, я, к счастью, ведьма. Вот недавно, только год как. Я прещаю мать. 33 года прошла инициация. Хорошо, ну ишь, отлично. Так, дальше. Вот как раз Дмитрий свои ощущения из Германии пишет. В общем, понятно, буду практиковать потихоньку. Увидеть ничего не увидел, когда ты к нему обращалась, образ, когда я его отправляла. Пока ещё не ясновидящий, только на макушке ощутил движение. Это у меня часто бывает. Благодарю. Это хорошо. Значит, антенки двигаются. Он, значит, принял информацию. Он, может быть, не увидел это визуально, но то, что он у него там задвигал, значит, он информацию принял на полевом уровне. Это хорошо, да. Идём дальше. Вопрос эфир от Олега Зыркутска. Лада, подскажи, как убрать психосоматические причины болезней, возникающих от недопонимания своих домочадцев в семье? И если их понять и простить, то болячка исчезнет навсегда? И третье. А если вещи, которые делал один из родственников, противоречат справедливости, правде и здравому смыслу, и эти поступки я принять не смогу своим нутром, то тогда как быть? Олег Зыркутска. Благодарю. Вот, к сожалению, у меня этого текста я не вижу. Ну, у меня тут всё очень сложно. Ну, давай тогда по пунктам. Первый пункт. Как убрать психосоматические причины болезней, возникающих от недопонимания своих домочадцев в семье? Ну, первое, самое главное, не заморачиваться. Это самое главное вообще во всех вопросах. Во-первых, если ты понимаешь, что это психосоматическая причина, то есть то, что ты создал сам себе, если ты сам себе создал, обидел себя, обидел себя на кого-то, значит, если ты обидел себя или ещё что-то, нужно это убирать именно внутри себя. Домочадцев надо максимально проявлять к ним любовь либо снисхождение, если любовь не может проявить, противоречить что-то твоим духовным взглядам. Не надо обращать на них внимание, что вот идёт давление такое, ещё что-то. Просто прими их с любовью такими, такие они есть. Тут два варианта. Либо они сами от тебя каким-либо образом отвалятся, то есть исчезнут из твоей жизни и появляться будут только по праздникам с хорошими мыслями. Либо они изменятся. То есть, меняя свой образ жизни, свой образ мыслей, ты меняешь пространство вокруг, лапкой ты проводишь, да? И, соответственно, меняя пространство вокруг, меняются люди вокруг тебя. И причина заболевания, она уйдёт только в том случае, на 100% навсегда, если ты полностью от неё отошёл, то есть ты полностью изменился, изменил себя. Если ты не до конца это изменил или изменился сейчас, но потом опять снова пришёл к этому, она вернётся. Ну, это даже вот, в принципе, я прям чувствую, что человек, которому я это отвечаю, он уже образ простроил и прочувствовал, и увидел это образно. Ну, то, что я говорю, он уже сам это осознаёт и понял это. Даже задавая вопрос, он уже знал ответ на этот вопрос. Хотела убедиться, да, в нём? Да, я думаю, да. Вторая часть. И если их понять и простить, то болячка исчезнет навсегда? Ну, вот, если понять и простить, это самое главное, да, у нас даже были специальные дни прощения, вот я в календаре как раз и писала, когда прощали и непрощённые, это прям ужасно было, не простить того, кто к тебе обратился с прощением. Понять, простить, принять их такими, какие они есть. Они не всегда могут быть правы, но по той самой причине, что очень много-то у нас морока, можно посмотреть на них, ну, морок у него, если ты можешь этот морок убрать, помоги, убери, чтобы, ну, не то, что ты насильно, да, с него уберёшь, невозможно это сделать, а именно, если ты приведёшь этого человека к тому, что он этот морок снимет, ну, замечательно, нет, ну, прими его таким, с пониманием того, что, ну, морок на нём. Полюби его. Болячка уйдёт по той самой причине, что ты перестанешь обижать себя, обижать себя. Всё именно от того нашего отношения к этому вопросу. Не обращаешь ты внимания, ну, и человек как бы исчезает из твоей жизни. Не направляешь свои мысли, значит, не направляешь энергии, где нет энергии от тебя, там и нет твоей жизни, да. Значит, зацепиться не за что. И третье, а если вещи, вот это более серьёзный вопрос, на мой взгляд, и третье, если есть вещи, которые делал один из родственников, противоречат справедливости, правде и здравому смыслу, и эти поступки я принять не смогу своим нутром, то тогда как быть? Во-первых, нужно его простить за то, что он так поступил, понять, что опять-таки у него морок, да, и просто не принимать эти поступки на себя. То есть это его поступок, это его выбор. Да, он поступил плохо. Насколько он плохой или хороший человек, решать ему. Поступки, какие он делает, решать ему. Если это повлияло на меня, я его прощаю. Если это не повлияло на меня, ну, это его жизнь. Он так поступил, я это не принимаю, я так не поступлю, а то, что он так поступает, это его вопрос, это его решение. То есть опять-таки просто не принимать близко к сердцу. Да, вот правильно всё сказала, мне всё очень нравится. И здесь только единственное, так вот может быть ещё с моей стороны, человек, когда кого-то из родственников не принимает только из-за того, что он совершил какой-то поступок, как здесь написано, который он не может принять, то в этом случае он отвергает родственника, он отвергает часть рода. А часть рода, когда отвергает, он отвергает часть себя. Да, поэтому здесь надо понять, что да, и хотя поступок плохой с твоей точки зрения, но он-то по каким-то причинам его совершил, значит, ему это необходимо было совершить. И, видимо, необходимо было этот поступок принять тому, против кого он это совершал. То есть здесь, опять же, надо от дуальности отходить. И принять, что это было необходимо и тому, кто совершал, и тому, на кого он был направлен. Вот это первое. Принять, опять же, простите, Если этот поступок как-то откликнулся на тебе И не отвергать этого человека своего рода То есть тем самым вы ослабите негатив Который мог в вашем роду проявиться И восстановите свой род Как из кирпичиков, которые в стене есть А если вы отвергаете человека Только из-за того, что он что-то сделал нехорошее Вы рушите стену, в которой сами находитесь И стена рухнет И вы вместе с стеной тоже упадете То есть не отвергать человека Признавать, что поступок нехороший С вашей точки зрения вы его не совершите Потому что он противоречит То есть вы осознали, он сделал для вас добро И человек дал вам понять, что так делать нельзя А это большое добро Вы поняли не на своей шкуре А благодаря тому родственнику Что это плохо и так делать нельзя И благодаря, даже за это следует его отблагодарить Сказать, слушай, я так не сделаю никогда И ты мне показал, как делать нельзя Благодаря тебе, да Конечно, тем самым вы восстановите справедливость Вы от себя отбросите негатив Который человек испытывали Просто примите, какой он есть А приняв, вы восстановите, усилите свой род Вот здесь очень много плюсов Когда вы так с человеком поступаете Идем дальше Вопрос эфир от Олега из Иркутска Ладушка, выручай Кричит Олег из Иркутска Как исключить излишнюю самокритику Одолевает с самого детства И как перенаправить и использовать данные Внутренние качества во благо себе и людям Благодарю Но он сам себе ответил на этот вопрос Но он так это самокритично ответил себе на этот вопрос Да, самокритика, она присуща воинам То есть сословное предназначение Вероятно, у Олега все же воин И имя его воинское Хотя оно больше относится к Ведичам Олег, сын или внук Лего Леса Ну да, внук Лего Лего можно по-разному принимать Как и божественный, как и что ты сказала Лес Ну да, тут в принципе Так он и есть Божественная суть Леса Я бы вот так сказала Ну да, пусть будет так Да, это хорошо Вот, Ведич То есть и Ведич Это соединение Ведича с воином И, видимо, это нормально у всех Ведича соединенных с воином Что самокритика такая большая Сама страдает от этого Но я страдаю от слова страда Работаю над этим Тружусь над этим Значит, что такое критика Критику можно воспринимать Свою по отношению к себе Как задачу То есть менять обвинение на задачу Там Я ленивый Вместо этого сказать Мне нужно Сделать то-то, то-то, то-то Чтобы быть вот таким-то Каким я хочу То есть менять именно критику на задачи Допустим, опять-таки По календарю я его очень сильно Критиковала Переживала, что что-то там будет Неправда, неистина Очень себя критиковала Что я вот такая не могу Быстро читать И сто книг, которые я изучала Для исследования Затратила очень много времени Шесть лет Что я могла бы это сделать Гораздо за меньше срок Умея быстрее читать Самокритичность Нужно просто Ставить как задачу То есть Ага Что я должна сделать Научиться более быстрому чтению Но Быстрое чтение Не позволит мне разбирать факты Значит Что я должна сделать Научиться Но продолжать читать Нужные вещи Так как я читала их раньше То есть Исследовательские Опять-таки Там Кто-то Опоздум Так называемый Нужно поставить себе задачу Ага Значит Перевожу часы на пораньше Прихожу вовремя То есть Менять критику На задачи И тогда Самокритичность Постепенно просто Превращается В цели Это даже вот Я бы сказала Положительное качество В себе Его можно применять Очень положительно Но это я вот На собственном опыте Могу поделиться Как я делала Надеюсь Да Ответил Главное Чтобы опять же Фанатизм не сваливаться И себя не съедать Потому что Есть люди Которые себя начинают Поедать Я вот такой Такой И так далее Как это Критикуешь Предлагай Предлагаешь Исполняю Как раз Здесь оно подходит Да Отлично Себя откритиковал Так пойми дальше А что ты себя критиковал Значит что-то не так Давай-ка исправим И начинаешь исправлять Все очень просто А еще бывает Самокритика Строится на том Как тебя в этом мире примут А здесь это уже могут быть Скрытые страхи И так далее Вот как-то Я тут же говорил Что-то там я В свое время Рассказывал Родование Как жить без страха Вот там как раз Об этом рассказывается О потаенных страхах Как выйти из этого То есть иногда Нужно просто Осознать это И вы будете Очень свободно Относиться К тому Что про вас Говорят люди И думают люди Вы просто будете Жить здесь и сейчас И делать то Что необходимо делать Во благо своего рода Во благо своей семьи Во благо своей державы И тогда Критика Самокритика Чуть-чуть убавится И она приводится То самое качество О котором говорила ты Это будет замечательно У нас очень часто люди А что обо мне скажут И он начинает себя Еще больше критиковать Чем эти люди То есть он додумывает До людей что-то Там придумывает И самое интересное Люди действительно Начинают его критиковать По этому поводу Да они же чувствуют Это местечко Местечко-то Такое уязвимое И начинают оттыкать Ну-ка дай-ка мы тебе Между ребер Ага Как нравится Ага Вот какой Ага Понимаешь Понимаешь Да-да-да-да-да Так что вот это Надо учитывать Все Ладненько Идем дальше Идем дальше Так Здесь вот Я задавала вопросы Кто Поделитесь пожалуйста По поводу сахарного диабета Вот Дима написал Валерий Синельников Писал Что диабет Появляется Из-за потери Близкого человека А у меня знакомый Избавился от диабета За несколько лет Здоровым образом жизни Питаниями И БАДами Данил написал Сахарный диабет Срочно ознакомься С эфирами Арирада Захара Белинского Натальи Черновой Агулова Неумывакина И так далее Которые были у нас Неумывакина знакома Не помогает Значит Просто по разным ситуациям У некоторых помогает У некоторых нет По поводу Синельникова Да правильно Но не у всех людей Из-за этого У некоторых Никто ничего не терял А диабет появился Поэтому Вот того Кого там авторов Назвали Мне бы Много авторов Пожалуйста Арират Захар Белинский И Наталья Чернова Это наши Хорошие знакомые Я тебе Если будете Ждать мне Ссылки Если ты еще Познакомишь У меня с ним Будет замечательно А Захар тем более Арират Он живет Ростове-на-Дону В общем-то Я думаю Не так далеко От того места Ты часто бываешь Да Ну вот видишь И будет возможность Повстречаться Двум хорошим людям Так Идет дальше Идем дальше Вопрос эфира От Олега Из Иркутска У нас сегодня Олег прям такой Очень активный Слушатель Задающий вопросы Задавец вопросов В народе говорят Даром получаешь Даром отдавай По каким принципам Основанных На совести И справедливости Ты исходишь При назначении цены Людям За использование Твой Твоего Родового Дара Не лютуешь Сценами Лада Ты справедливая Народная Ясновидящая Благодарю То есть здесь И вопрос И похвальба Да Значит Могу сказать так Я вообще Ставлю благодарность От души Стараюсь ставить Ставлю цены Ту Которую в принципе По энергетике Я затрачу Если человек Не может Принести Данную сумму Ну По каким-либо причинам Да Ну нет у него Возможности Просто прошу Отдать эту энергию В мир Да Допустим Помочь кому-то Людям Вот у нас в семье Есть правила трех То есть помочь Четыре людям Если ты не можешь Вообще никаким образом Одарить меня Обратной энергией Одари мир То есть косвенно вернуть В мир то что ты взял Если напрямую Не можешь отдать Очень хорошая практика Деньгами Да То есть но Конечно Мне тоже на что-то Нужно кушать На что-то жить Я практически Не веду приемы У меня очень редко Я этим занимаюсь И те приемы Которые я веду Я ставлю там Определенную цену Я не летую Поверьте Если человек Не в состоянии Я могу даже И без оплаты Помочь Ну вот с условием Что он поможет Кому-то другому Если он не отдаст Миру Мир с него Спросит Я поэтому Не переживаю По этому поводу Это его Как бы Дальше его задачи Я свою задачу Выполнила Ну да Вот Олег Написал В эфир Да точно Воин Я еще и Олег Олегович Лада Да-да-да Я даже не вижу У него страха Про которого ты говорил Да я не вижу У него этого страха Нет я говорил Не про явный страх А есть страх Есть страх Скрытый Который Иногда мы не осознаем И этот страх Скрытый Вызывает Какие-то другие страхи Но это опять же Это надо возвращаться К тому семинару Который я в свое время Там выложил И по нему Много было вопросов Достаточно интересных И в общем-то Так или иначе Все эти вопросы Все равно привели туда Причем о чем я рассказывал Но это другая Тема Другая Так дальше Вопросы от Николая Сергеевича Лада это фамилия твоя? Лада это имя мое Ведунья это фамилия моя Вот как Понял Николай Сергеевич Вот так вот все Так дальше Идем смотрим Вопросы Так-так-так Про даром получил Даром потерял Ответили Ерагор Вопросы Эфир Лада Расскажи О твоих Предсказаниях О попах Которые служат Врагам Про войну О, какие вопросы О, уже кто-то Наверное прочитал Мое предсказание Не знаю Не знаю Вот просто Прочитал Вопрос Сказать что-то Про какую-то Определенную Религию Но могу Сказать Что сейчас На данный момент Действительно Происходит Христианство Страшное И даже Сами люди Оттуда Мне уже Начинают Говорить О том Что О боже Что происходит Да Я говорила О своих Предсказаниях Там очень точно Прописала Про Украину И вот Прописала По поводу Того Что Ох Сейчас попытаюсь Еще найти Да не найду Я наверное Сейчас По поводу того Что Обкрасят Купола В темный цвет Вот именно Те кто Ну Про тьму Да То что тьму Они окрасят В купола Это вообще Монашеский Символ Когда Купола В черный цвет Красит Она сейчас Поголовно И вот Я тоже сейчас Пытаюсь выяснить Именно с духовниками Выяснить Зачем же это делается Они мне ответить Толком-то не могут Вот По поводу Попах Сейчас еще Вот мне не очень видно Плохо Вот то что Так 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 Более точно Чтобы Много вопросов Еще раз там Можешь мне подсказать Что там у него Про Попов Так Предсказания Нашла Да Я прям Знаете как Предсказания Если кому интересно Предсказания Найдите Это предсказание Потому что я уже точно Уже его не помню Вот Найдите Оно есть в интернете Наберите Предсказания Лады Ведунь Там будет подробно Уже с некоторыми вещами Я не согласна Потому что они уже Поизменялись Немножко Ну это тоже В хорошую сторону Вот Если какие-то Конкретные Интересуют Предсказания Давайте лучше Про них Напишем Потому что Так мне трудно Сориентироваться Что от меня Хочет человек Типа давайте-ка Мы какое-то Предсказание Замутим На 2018 год Прям сейчас Не выходя из студии Не покидая Восемь путей Это долго Понятно Понятно Так Смотрим Значит Про войну поговорили Про врагов Тоже коснулись Вопрос эфира От Олега из Иркутска Был бы приз Я бы сейчас Олегу прямо его Через экран Монитора отдал За участие В эфире Какое Действительное Предназначение Святых мощей Останков тлена Находящихся В церквах Как ты Это понимаешь С точки зрения Ясновидящей Благодарю Зрение магии Ритуальной Могу объяснить Что это Но я не думаю Что это нужно Озвучивать в эфире И я думаю Что Олег Все и так Прекрасно понимает Зачем они нужны И для какой цели Используются Прям как в анекдоте Олег Ну ты же умный Ну ты же знаешь Для чего Ну понимаешь Но сейчас тоже Это озвучивается Не надо Не надо Ну зачем Зачем Все и так Все понимают Я думаю Ладно Я думаю так Что человек Который находится На определенной Ступете своего Эволюционного Духовного И душевного Развития Ему необходимо Вот что-то Что есть на земле И он Вот этим Пользуется Необходимым И поэтому Ну если мы сейчас Разрушим что-либо Мы можем ему Медвежью услугу Оказать Мы раздавим То что его Спасало и удерживало И он может Пуститься Во всякие тяжкие Но пускай Хотя бы что-то Его удерживает Если он не способен Самостоятельно Без костылей двигаться А человек Который уже Перерос Он начинает Для себя Искать Не какие-то Костыли А то что Помогает ему Развиваться И двигаться Вперед Не надо Ломать Одно Чтобы насильно Его выбрасывать За борт И чтобы он Там барахтался И тонул Пускай он Отработает Программу Да Осознает Что это такое И потихонечку Выйдет из этого Если ему необходимо Двигаться дальше Давайте мы перестанем Рушить там что-то А просто осознаем Что если ты сам прозрел Если ты сам Пытаешься развиваться Это еще не означает Что вокруг тебя Тоже все прозрели И в то же время Это не означает Что до тебя Никто не прозрел Ты только прибавился К такому сообществу Интересному Которое начинает Понимать Что происходит Но ты должен Учитывать тех Кто еще не понимает Что происходит Просто бить колотушкой По голове Но это совсем неправильно Это не наш метод Просто этот вопрос Надо задавать Прямо вот именно Этот вопрос Нужно задавать Тем людям Которые Еще не проснулись Но вот-вот Просыпаются Вот просто задал вопрос И они ответили Они уже все поняли То есть Это для тех Кто просыпается Отличный вопрос Да И для тех Кто фанатики Тоже отличный вопрос Они скажут что-то свое Но в голове Эта мысль промелькнется Конечно Она же не может Остаться без ответа Вот наша личность Она разнообразна И отвечает со всех планов Вопрос эфира От Андрея Лада Как победить лень В делах И прочитать Полностью Задачи Поставленные богами Передо мной Передо мной И моим родом Да Просто так написано Передо мной И моим родом Благодарю Значит По поводу Лень В делах Тут Нужно посмотреть Почему не хватает Энергии у человека По какой причине Кто-то может Его подсасывает Может какой-то Вампир там появился Современным языком Скажем Кто-то Питается его энергией Если у человека Лень возникает В основном Из-за того Что у человека Не хватает энергии Если энергия в достатке У него никаких проблем С этим не возникает Вот Надо посмотреть Если кто-то присосался Надо его отрезать По поводу Ну Отрезать Имеется ввиду Оторвать от себя Да Привязку Полностью Задачи Перед богами И родом Опять-таки Раскрывая родовую память Они сами всплывут И Выполнить Мы полностью Не у всех получается Ну И не надо Пытаться за одну жизнь Это все сделать Ну Вот она Есть задача Выполню Как максимально Как ты можешь Это сделать Прямо так Чтобы это тебе Не тяжело было А вот С радостью Любовью И благодарностью Хорошо Леля Вопрос в эфир О снах Лада Сны бывают Отчетливые И помнишь их долго Бывают После просыпания Не можешь вспомнить И второе Что означает Полеты во сне И очень отчетливо Все видишь И сон помнишь И третье Знакомый человек Это кто-то О ком-то О том Кто-то думает Так Сейчас я еще раз Попытаюсь Сообразить Что мне пытались Донести Мыслями Так Сны бывают Отчетливые Помнишь их Долго Просыпание Не можешь вспомнить Полеты во сне Очень отчетливо Видишь Полеты во сне Я могу сказать Это вспоминание С родовой памяти По той самой причине Что левитация Была известна Нам издали И то Что все Практически летают Во сне Это Во сне снимаются Ограничения Блоки наши То что мы не верим Если в это поверить То оно и наиву будет Вот И Вот Третий вопрос Непонятен Знакомый человек Это кто Кто О ком Ну если сниться Видимо знакомый человек Это кто Кто О ком-то думает Я не знаю Если мне кто-то снится Я говорю Мне тяжело Со снами Ко мне Лучше не приставать По той самой причине Что у меня Если сны снятся То они снятся Именно о том Что мне снится Поэтому мне тяжело Говорить с чужими снами А вот По поводу того Что отчетливые Значит ты просто Проснулся в тот момент Когда ты этот сон Хорошо помнишь А когда не можешь вспомнить Значит Информация-то нужная Но Ты немножко Как говорится Проспал тот момент Когда Идет фиксация Этого сна В мозгу Я стараюсь Просыпаться И записывать Свои сны Или рассказывать Если не могу Записать Тогда все Замечательно Получается Всем рекомендую Так Оксана из Германии Прислала Латинице Вопрос Пытаюсь По-русски Прочитать Лада Скажи Пожалуйста Может ли Душа ребенка Прийти из рода Матери Мне Приснилась Приснилась Моя Материнская Бабушка И сказала Что я Это моя Пробабушка Возможно ли Это Или души Детей Приходят Только из рода Отца Конечно Они приходят Из рода Матери Из рода Отца Из рода Братьев И двоюродных Это нормально И то Что бабушка Вполне Может быть Ребенком В семье Это вполне нормально Хотя Очень редко Бывают Такие Быстрые Перевоплощения Хорошо Виталий Вопрос В эфир От Виталия Из Киева Здравия Что будет С Украиной Благодарю Виталий Опять-таки Лучше всего Вот это Предсказание Мы почитаем Там очень четко Написано Я видела Что Украина Еще до 20-го года Будет решать Свои вопросы И военные действия Продлятся Будут сейчас Менее Но все-таки Они будут И она разделится Я видела На 6 частей Сейчас Вот не смотрела Еще эту ситуацию Но во всяком случае Несколько частей Это уже точно Отделилось Получается Донбасс ЛНР ДНР И Крым Да Уже 3 части Отделилось Может быть Что-то еще Я не в курсе Вот Я к сожалению Не смотрю В Украине Мне очень больно Просто за ней смотреть Поэтому Я стараюсь Если меня не спрашивают Даже не смотреть Будущее Потому что там Все печально К сожалению Ничем ребят Вас порадовать Пока до 20-го года Не могу Ты знаешь Сейчас наступило Такое время Возврата К тому Что было до того Как начиналось Объединение Под определенной Эгидой Так называемой Киевской Руси Вот в свое время Эта Киевская Русь Не буду говорить Какими способами Что-либо пыталась Объединиться Объединить И объединило Под собой И сейчас пришло Время Убирать То Что произошло Тогда Сейчас идет Обратный процесс От деления Если вы обратите Внимание Как это все происходит То так или иначе Это обратное движение Тому Как это все Соединялось А вот Сейчас я Такую фразу Произношу Произошло Это объединение Благодаря Определенным силам С определенными Целями Эти силы Сейчас Заканчивают Свою отработку И эти цели Также закончили Свою отработку Они были достигнуты Поэтому идет Обратный процесс А вот Сколько переходный Период будет длиться И на сколько Частей разделится Я тоже там Кое-что видел Похоже То что ты говоришь В общем-то Да Это закономерно Так что Ничего удивительного В этом Я лично не вижу Идем дальше Вопрос эфира От Андрея Лада Как отрезать Сущность Лярву Присосавшуюся И правильно Вернуть свою энергию Для Притворения В мир Задач Поставленных Богами Благодарю Богами Пишется с большой буквы Если вы про наших богов Андрей Ну в принципе Это не страшно Я думала Это просто Как дополнение Уточнение Не более того Конечно Я думаю Боги на это не обидятся Ну если он Не только наших богов И не обидел А это тех Тех которые Прицепились Нет Что ты понимаешь В каждой религии Мы просто называем Их называют По-своему Суть-то есть Одна И это Не важно Суть Есть Одно Значит По поводу Лявры Лучше делать Всего 19-й Лунный день Представить Как вытаскиваешь Жгут Из-за Второй И третьей Чары То есть Это Живот И район Лобка И потихонечку Вытаскиваешь И реально Лучше сжигать На свече Либо Смыть водой В зависимости от того К какой стихии Относится Если земля вода То лучше водой Если огонь воздух То лучше огнем Ну Почистить себя Но вообще Самостоятельно Это достаточно сложно Хотя В принципе Если Один раз Показать То тоже Не тяжело Вот Я надеюсь Что я как-нибудь Выложу видео Куда-нибудь С тем Как это делается Представляю себе Такие лярвы На огне Свечи Такие корежи Ну что ж ты делаешь Инквизитор Палач Нет Те кто видели Реально Удивительно Но видно Ну ладно В общем Это надо все-таки Показывать Скорее всего Потому что На пальцах По интернету Учить играть На скрипке Тяжеловато Вопрос эфира От Андрея Так Это мы прозвучали Теперь дальше Вопрос эфира Юрий Из Бреста Лада Какой ты видишь Нашу землю Шаром Или плоской Если шаром То с полостью Внутри Али нет Этот вопрос Я лучше Юре Отвечу потом В личных Потому что Не все готовы Принять эту информацию Скажу так Что Давайте мы Немножко Вопрос опустим Я сейчас Где нибудь Ты скажешь Ну-ка Расскажи нам Про эту червоточинку В земном шаре Дальше Вопрос эфира От Михаила Из Москвы Вопрос про сны Во сколько Нужно просыпаться Чтобы сон Запомнить И есть ли Определенное Наилучшее время Для этого Да Восемь Это конечно Идеально Дети Десять часов Сна Нужно То есть Если в десять Лег То плюс десять Ну понятно Для тех Для тех Кто не спит Спят Усталые Игрушки Любомир Задал вопрос Так энергии Так как вернуть Ну уже сказали Что ну конечно Здорово все Вопросы интересные Но как мы тебе По интернету Объясним Попробуй ответить То есть Леру то убрали Сожгли Вытащили Значит есть Гимнастика такая Попробовать Может быть Я не знаю Но она очень хорошо Это наша Славянская гимнастика Но она отражена У дервиши Танец Дервиши Может кто знает Кручение Да Но важен Не сам танец А прокачка Перед этим Как мы называем То есть На вдохе Поднимаем Снизу поток энергии Поднимаем его Через макушку Вверх На выдохе Это земная энергия На выдохе Опускаем Космическую энергию Вниз В землю То есть Как босинка На двух ниточках На двух энергиях После этого Создаем Что-то типа Разрез яблочко Тор Вокруг себя Тор Создаем И После этого Тор закручиваем По часовой стрелке То есть Руки Руки Вытянуты Параллельно полу На ширине плеч Кисти рук Открытыми ладонями К миру Ну то есть Вверх Направлены Не совсем Вверх А вбок Смотришь На средний палец Правой руки И делаешь Три поворота По часовой Не отрывая взгляда От пальчика Опять-таки Это легче показать Чем Аудиалом Кто-то может Восстануть В общем Делаем Три поворота По часовой стрелке После того Как делаем Прокачку Это вот Набор энергии Надеюсь Я понятно Объяснила Да Вот Николай Сергеевич Пишет В народных танцах Похожая техника Но естественно Из народа вышли Естественно Народ и пользовался Это как записанная Такая инструкция Как эту энергию Восстанавливать Как ее развивать Это как раз Многие танцы Они народные И являются Такой записью Работа в том числе Ручеек Именно не ленточка Когда одного человека Выбирает И дальше с ним пробегает Именно ручеек Когда один Под другого подныривает Да И То есть Одна пара Подныривает Под другую пару Потом Под них Другая пара Подныривает А не под следующий Вот это Волна Да Такая получается Поэтому ручеек Волна такая происходит Между людьми Там происходит Именно энергия Нагнетание энергии Если после этого Сделать еще По салоне хоровод То еще и закручивание То есть У нас все было сакрально Хороводы Были на Вопали Березка Стояла То есть Такой ритм Не было никогда Вопали Березку стояла И металлику То есть Никто никуда Осупа не бегал Никто не метался Все шли Размеренным ходом С поворотами Проворотами Опять-таки Хороводы Это отдельно Вопрос больной Теперь я знаю Теперь я знаю Откуда Слово метал Метаться Хорошо Ну что ж Вопросы мы все озвучили Больше вопросов Не принимаем Потому что Баеньки уже пора Ладе И многим другим Давай в заключение Мы Следовать традиции Будем Нашей радио Установкам Которые уже Мне нравится Прижились Пожелаем Что-либо Хорошее Нашим радиослушателям От себя С учетом Того Что вот мы Говорили В эфире Я Желаю Слушателям Всем Развить в себе Внутреннее Чародея Научиться Находиться В этом состоянии И раскрывать Свою родовую память Свой родовой поток И Найти все-таки Свою родовое древо Вот всем это желаю Потому что Это очень больной вопрос У всех это Я думаю Интересует Пусть каждый Сможет найти Если кому-то Интересно Как это делается Ну что-то Может Смогу Подсказать У меня есть Вконтакте У меня есть На фейсбуке Вот Вконтакте Сейчас Лада Нижний пробел Веда То есть Чтобы искать Короткий адрес Пожалуйста Добавляйтесь Только пишите Цель добавления Пожалуйста Потому что Я без цели Добавления Не добавляю Вот Добавляйтесь Спрашивайте Задавайте Я стараюсь Отмечать На вопрос Хорошо Ну что ж В заключении Нашего эфира Вот тут Вестник Буф Написал Благодарю Ладу Алексея За мудрый ответ Насколько я вижу Понравился Никаких Особых противоречий Здесь никто не высказывал Была дружественная беседа Хорошие вопросы Напоминаю Что Сегодня у нас По одному из современных Календарей 29 ноября 2016 года Вторник По одному из старинных 29 день Месяца Нового Дорова 7525 лет Неделя Родовая память Это была тема Сегодняшнего нашего эфира Лада Ведуни Автор соведущая Напоминаю Что 2 3 И 4 Декабря В издательстве Белые Альвы Будет проводиться Семендар Память Рода Где Лада Ведуни Будет Много что интересного Рассказывать Показывать И даст всем Хотел сказать Прикурить Нет Прочувствовать Что это такое И как Да В общем Поправят Ваши здравомыслия На нужные рельсы Поставят Так что Не упускайте возможности Если получится То будет Если техника Не подведет Как мы тут выяснили А то всякое бывает Будет снято Что-то И что-то Выложено Так что Следите за анонсами Следите за тем Что происходит Ну а мне остается Вам пожелать Всего самого доброго С вами была Народная славянская радио До новых встреч Друзья мои Услышимся До встречи До свидания Народная славянская радио Все нужно Все важно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok